Если это сопутствовало огромному риску, оставаться в царстве Бога ему было ни к чему, поэтому юноша вернулся в секту лунного слона. Он уже и так достиг того, чего хотел, прорвался на первую стадию императора небес, а также проверил свою силу на войне шестого ранга. Его божественная способность оказалась настолько сильной, что противник не смог оказать никакого сопротивления. Из этого можно было сделать вывод, что его способность была одна из лучших, какую он мог получить. Если бы его способность была слабее, то вполне возможно, что ему пришлось бы нанести по уходу ну сотни ударов, чтобы завершить бой победой. Однако теперь он знал, насколько велика его божественная способность, с ее помощью он сможет спокойно сражаться с императором небес второй стадии, а если на него вдруг нападет император третьей стадии, сделать что-то с ним у него не получится, уж слишком крепка его физическая защита. Но если говорить об императоре небес четвертой стадии, то тут явно был другой уровень силы. Сможет ли он противостоять ему или нет, это придется выяснить, и в основном все будет зависеть от силы божественной способности того императора. По сравнению с царствами ранее, в шестом царстве на самом деле очень сложно рассчитать силу противника. Подумал про себя Нин Ци и вышел из комнаты, где возле двери практиковались трое слуг. Как только он вышел, они проснулись и поспешно встали, чтобы отдать честь. Нин Ци разрешил Чин Чжуну и Мин Сюну продолжить тренироваться, а Чжа Лэй взял с собой. «Ты все еще хочешь вернуться на землю?» — спросил юноша. В глазах Чжа Лэй засиял блеск надежды и она затрясла головой, как погремушка. «Возьми меня за руку», — сказал юноша. На щеках девушки появился румянец, она осторожно взяла Нин Ци за руку, и в следующее мгновение, потратив крошечное количество очков достижений, юноша использовал функцию небеса несметных миров, перемещаясь с девушкой в бессмертный мир. Пара мгновенно исчезла со двора и появилась уже в открытом космосе младшего мира. Но как только юноша оказался здесь, на него нахлынуло странное давление. Оно заставило Нин Ци нахмуриться, ведь каким-то образом его практику пытались подавить, в то время как Чжа Лэй выглядела совершенно спокойно, видимо, она не подверглась этому. Единственное, что может попытаться подавить мою практику, это законы этого мира. Небесный закон. Нин Ци приподнял голову и посмотрел в пустоту глубоким взглядом. Давление было не очень сильным, оно просто как бы предупреждало его, не использовать здесь разрушительную силу императора небес. Но это его не волновало, ведь он пришел сюда по другой причине. Ему нужно было как можно быстрее покинуть секту, иначе люди начнут подозревать, что с его скоростью практики было что-то не так. В частности, он волновался о старейшине Юнь. Она была раскованным императором и могла докопаться до правды. И если это случится, ему некуда будет убежать. Старший брату это Млечный Путь? Взволнованно спросила Чжа Лэй. Она осматривала округу, но не могла с уверенностью сказать, что находится в той галактике, где существует известная ей Солнечная система. Нет, мы не совсем там, а если быть точнее, пока что мы в мире бессмертных. Ты же читал разные легенды на Земле, верно? Так вот, мир бессмертных это на самом деле то место, где находились все мифические боги, проговорил Нин Ци. Серьезно? Чжа Лэй на мгновение застыла, а затем пару раз глубоко вздохнула. Старший брату, бессмертные боги, они правда существуют? Еще как, но в мире бессмертных произошла большая катастрофа. Многие умерли или переродились, поэтому осталось очень мало тех древних богов, о которых ты читала. Как-нибудь в будущем, если у меня появится время, я познакомлю тебя с несколькими из них, ответил Нин Ци. В душе Чжа Лэй зародилось сильное любопытство. Старший брату, а насколько они сильны? Глава 3837. Обратив время вспять, большая часть из них были такими же как ты, мастерами второго царства, но небольшая группа достигла третьего царства и сформировала свои дворцы небожителей. Чжа Лэй слабо улыбнулась, она не сравнивала себя с бессмертными богами, но ей было приятно слышать, что она находилась примерно на том же уровне, что и они. Затем Нин Ци повел девушку к земле, по пути рассказывая историю о войне бессмертных и демонов. Вот тогда, старший брату, ты встретил Будду и Лао Цзюня. Чжа Лэй продолжала взволнованно удивляться, из-за чего ее лицо постоянно было покрыто легким румянцем. Через пару дней Нин Ци неторопливым шагом привел ее к знакомой планете. Земля. Это правда Земля. Я вернулась. При виде синей-зеленой планеты Чжа Лэй оказалась в восторге, но она совсем не заметила, что на Земле произошли серьезные изменения. А вот Нин Ци их заметил и ему они не понравились. Юноша решил осмотреть Луну, куда ранее перебралась большая группа людей, но и там никого не осталось. Земля и Луна выглядели запустелыми, словно всех, кто жил здесь, убили. У юноши было множество предположений о том, что могло здесь произойти, но в итоге он решил, что это из-за влияния сердца Пань Гу. Возможно, в скором времени оно снова запустит круг своей нирваны и пересоздаст Землю. Чжа Лэй не могла дождаться, когда сможет вернуться в свой родной город, но внезапно увидела, что Нин Ци стоит на месте. Это ее несколько смутило и она сначала решила осмотреть планету своим божественным восприятием. Но как только она это сделала, ее лицо побледнело. Старший брату, все так, каким ты это видишь, кивнул юноша. Глаза девушки покраснели, а в голосе появился след гнева. Кто это сделал? Земля была ее родным домом, но теперь на огромной планете не было ни одного человека. Остались лишь городские руины. Ей казалось, словно здесь случилась какая-то катастрофа или кто-то напал на планету. Пообещай мне никому ничего не рассказывать, даже если вернешься в секту лунного слона. Не говори об этом, внезапно сказал Нин Ци. Джаоли опешила столь резкой просьбе, но почти сразу кивнула, а затем она увидела, как зрачки Нин Ци мгновенно изменились, превращаясь в два звездных вихря. Девушка не понимала, что происходит, но послушно стояла на месте и ждала результатов задуманного юношей. В это время Нин Ци охватил Землю и Луну своей божественной силой, погружая два небесных тела в загадочные изменения. Эти изменения были похожи на быструю перемотку времени в обратную сторону. Год, десять лет, сто. Чем дольше юноша поддерживал божественную силу, тем тяжелее ему было ее контролировать. На лбу у него выступил пот, а на лице от напряжения вздулись вены. Вот так ему удалось продержаться несколько часов. Земля и Луна приняли совершенно иной облик. На них вновь появился проблеск жизни. Думаю, этого достаточно. Нин Ци прекратил использовать технику. Вытер салбопот и посмотрел на Землю, которая выглядела точно так же, как когда он прибыл на нее впервые после попадания на центральный континент. Количество практиков на Земле было таким же скудным. Духовная энергия слабая и в основном никто вообще никогда не слышал о пути совершенствования. Стоявший рядом Джаолы казалось, словно она пребывала в каком-то сне. Посмотрев на юношу, она хриплым голосом спросила, старший брату, а что только что произошло? Это все было иллюзией или нет? Но вдруг она вспомнила о его просьбе не упоминать того, что она увидит здесь. Неужели он говорил об этом? Полностью мертвая планета превратилась в живую за пару часов, и это сделал Нин Ци? Как только она подумала об этом, ее сердце задрожало от волнения. На лице отразился шок и даже страх перед юношей. Когда ты достигнешь нужной сферы практики, то все поймешь, ну а прямо сейчас на Земле должно быть 14 февраля 2019 года. Тебе повезло, сегодня день Святого Валентина, так что если у тебя раньше был парень, то ты можешь встретиться с ним, сказал Нин Ци, намеренно подшучивая над девушкой. Глава 3838. Это твой парень? Если брать в расчет это время, то с момента моего исчезновения прошло 11 лет, боюсь, он уже женат. Ответила Джаолы. Воспоминания в ее голове сейчас уже были размыты о том, что было на Земле, она лишь помнила, что попала в секту Лунного Слана в 2008 году. Однако даже ей хватило этого времени, чтобы забыть лицо знакомого ей человека. Ну и что, ты можешь просто увидеться с ним, ты же так хотела вернуться на Землю, или уже хочешь отправиться обратно в секту Лунного Слана? Рассмеялся Нин Ци. Джаолы слабо улыбнулась. Естественно, она не хотела просто посмотреть на Землю со стороны, у нее было много друзей и родственников, она хотела увидеть хотя бы их. Вскоре пара оказалась на оживленной улице, но выглядела все так, словно никто не видел юношу и девушку. Старший брату, твоя одежда? Джаолы изумилась тому, что Нин Ци внезапно оказался одет в обычную футболку и джинсы, и поспешно решила с помощью духовной энергии также сменить свой облик. Одежда секты Лунного Слана выглядела по меркам Земли старомодно, такую разве что использовали в фильмах. Если бы ее увидели в таком наряде, то точно стали бы глазеть как на дурочку. Ой, да ладно, можно было и не переодеваться. Многие люди любят носить одежду из древности, подметил Нин Ци. Джаолы тут же рассмеялась. Это верно, из всего, что меня устраивало в секте Лунного Слана, как только я попала туда, было одеждой. Пока они шли и болтали, девушка непрерывно осматривала окружающую обстановку, но когда они вошли в район частных домов, Джаолы стала выглядеть очень робко. Боишься встретиться с родными? Улыбнулся Нин Ци. Девушка слабо кивнула. Я просто не знаю, как мне объяснить, куда я пропала на 11 лет. Они, должно быть, все волновались. Ничего не случится, если что. Дай им пару пилюль, что компенсируют твое исчезновение, предложил юноша. А так можно? Разве нам не запрещено вмешиваться в порядок смертного мира? Кто тебе это сказал? Более того, ты дашь своей семье всего пару пилюль. Это незначительно повысит их продолжительность жизни. Никто тебе ничего не скажет, даже небесный закон. Только после слов юноши Джаолы поняла, что в случае, если она расскажет о практике, то и свое исчезновение сможет легко объяснить. Это вмиг помогло девушке снять со своих плеч тяжелый груз. Твоя семья довольно богата, я прав? Нинцы разглядывал район частных домов, каждый из особняков выглядел достаточно дорогим. У моего отца был небольшой бизнес, но перед моим исчезновением он едва ли мог поддерживать его на плаву. Даже не знаю, как обстоят дела сейчас, спустя 11 лет. Через минут 10 пара остановилась перед особняком, где возле него было припарковано несколько дорогих автомобилей. Лучше войдем как обычные люди, а то если появимся перед ними, то только напугаем, предложил Нинцы. Джаолы замешкалась на мгновение, затем нажала на дверной звонок. Спустя несколько секунд дверь открыла женщина в форме горничной. Вы кого-то ищите? Тетя Чинь, это я, Джаолы. На лице Джаолы появилась широкая улыбка, когда она увидела женщину около 50 лет. Джаолы. Сяолы. На лице тети Чинь появился шок, лишь после она, наконец, признала знакомые очертания лица девушки. По сути, за последние 11 лет Джаолы совсем не изменилась, а даже, наоборот, выглядела моложе, поэтому сначала она ее не узнала. Сяолы, это правда ты? Воскликнула обрадовавшаяся тетя Чинь, затем обернулась и закричала в сторону зала на первом этаже, госпожа, господин, сяолы и вернулась. Вскоре на шум начали сбегаться все, находящиеся в особняке, и у входа за считанные секунды столпилось с десяток фигур, что одновременно уставились над Джаолой. Мужчина и женщина, стоявшие во главе, которым на вид было около 60 лет, с недоверием смотрели на девушку. Их рты были слегка приоткрыты, они явно хотели что-то сказать, но не могли. Однако позади них стояла молодая девушка не старше 20, она озадаченно рассмотрела фигуру Джаолы и вдруг заговорила. Она не Джаолы, когда сестра исчезла, ей было 23, как она может выглядеть спустя 11 лет все такой же молодой. Сяоси, увидев девушку, Джаолы призадумалась и достаточно быстро вспомнила о том, кем она была. Джаоси, ее родная младшая сестра, так как между ними была разница в 15 лет, то считая прошедшие 11 лет ее исчезновения, Джаоси сейчас должно быть 19 лет. Откуда ты меня знаешь? Девушка прищурилась, подозрительно смотря на Джаолы. Однако в этот момент пожилая пара взволнованно схватила Джаолы за руки. Папа, мама, на лице Джаолы сияла улыбка, но глаза покраснели от навернувшихся слез. Сяолы, услышав знакомый голос, мать девушки бросилась вперед и обняла Джаолы так сильно, будто она могла испариться прямо перед ее глазами. По ее лицу текли слезы и сквозь них, через силу она сказала. Как хорошо, что ты вернулась. Я думала, что больше никогда в жизни тебя не увижу. Да, хорошо, что ты вернулась. Отец Джаолы выглядел более спокойным, но его руки сильно тряслись из-за волнения. Затем он заметил Нинцы, стоявшего позади девушки, он посмотрел на юношу очень пристально, точно так же как и Джаоси на свою старшую сестру. Это правда наша сестра? Хорошо, что она в добром здравии, давайте вернемся в дом и поговорим. Спустя пару минут люди расселись в зале, где родители Джаолы продолжали расспрашивать девушку, куда она пропала, а остальные поглядывали на нее странными взглядами. Джаоси среди них выделялась больше всего, она периодически смотрела на старшую сестру с оттенком сомнения. Джаолы сейчас выглядела очень молодо, ей можно было дать не больше 18, но на самом деле ей должно быть уже 34 года. Джаолы, это твой парень? Внезапно решила спросить Джаоси. Родители Джаолы также посмотрели на юношу. Их дочь пропала на 11 лет и внезапно вернулась с мужчиной, что вызвало у них на душе уйму подозрений. Возможно, он похитил их дочь, но вскоре они поняли, что это было маловероятно. Нинцы выглядел лет на 20, поэтому 11 лет назад был обычным школьником. Глава 3839 Сможет чему-то тебя научить, что? Джаолы замерла на мгновение, а затем поспешно со смущением на лице возразила. Это старший брату, а не мой парень. Старший брату? Тогда кто он тебе? Спросила нахмуренная Джаоси, но не дала ответить старшей сестре. Заговорив первой, Джаолы, о тебе не было ничего слышно. 11 лет, ты даже ни разу не навещала своих родителей. Знаешь, сколько они слез пролили за тебя? И тут ты вдруг решила вернуться, с какой именно целью? Целью? Джаолы оказалась ошеломлена тем, что ее сестра так думает. Более того, она совершенно не была рада ее возвращению. Почему она смутно чувствовала неприятие со стороны Джаоси? Джаоси, она твоя старшая сестра. Следи за своими словами, упрекнула с гневом мать Джаолы. Мама, я сомневаюсь, что она Джаолы, а даже если так, тогда она не моя сестра. Как она могла исчезнуть, ничего не сказав, и теперь вернуться? Сердито возразила Джаоси. Остальные молча наблюдали за этим, но среди них были те, кто смотрел с подозрением на Нинцы и Джаолы. Ими были две пары тети дядь Джаолы. Сиоси, я знаю, что эти 11 лет на лице Джаолы появился след сожаления. Не успела она закончить свое предложение, как ее снова прервала Джаоси. Тебе не нужно больше ничего говорить. Я только что позвонила в полицию. Расскажешь им все, что произошло за то время, пока тебя не было, а заодно пройдешь тест БНК. Проверим, ты ли моя старшая сестра, или кто-то решил сделать пластическую операцию и обманом войти в мою семью Джао. Сиоси права, нужно все тщательно проверить. Сиолы, я очень сильно люблю, но эта Сиолы выглядит уж слишком молодой. Высказалась одна из теть. Отец Джаолы о чем-то задумался, но ее мать продолжала верить, что перед ней дочь. Сиолы, скажи маме, где именно ты была все эти годы? Спросила мать Джаолы. Она ушла в гору, заниматься постижением себя и природы, но случайно провела там больше времени, чем планировалось. Вот так и пролетели 11 лет, сказал равнодушно Нинцы. Ушла в гору, она подалась в монахине. Выражения лиц толпы становились все более странными. Им казалась эта версия отсутствия очень странной, но это лишь усилило настороженность людей. Все они еще сильнее заподозрили, что в возвращении девушки была какая-то цель. Сиолы, ты, правда ушла в монашество? Спросила мать Джаолы. Старший брат управ. Я ушла в горы, кивнула девушка. Что за бред? Дядя Джаолы, который молчал все это время, вдруг громко закричал и в ярости встал со своего стула. Его глаза смотрели не на девушку, а на Нинцы. Скажи, какова твоя цель? Джаолы, видимо, ты забыла, что твой второй дядя был офицером полиции, хотя сейчас он на пенсии. Дядя с одного взгляда может определить, где правда, а где ложь. Усмехнулась Джаоси. Сестра Джао, видимо, они тебе совсем не верят, так почему бы не показать, чему ты научилась в горах? Предложил Нинцы. Девушка перед толпой силой мысли вынула из кольца мечи, управляя им, показала пару красивых движений. Ошарашенный от увиденного дядя упал обратно на стул. Через несколько вздохов летающий меч исчез. В зале воцарилась тишина. Только через полсекунды отец Джаолы сказал. Вы все только что это видели? Я да. Это был летающий меч. Я раньше такое только в кино видел. Настоящий летающий меч. Это ведь не какая-то там иллюзия. После нескольких секунд молчания Джаоси внезапно воскликнула. Ты провела более 10 лет в горах, занимаясь совершенствованием. За это время ты научилась только этому. После этих слов за ее спиной появился с десяток клинков, которые несколько раз облетели зал и вернулись к ней. Нинцы и Джаолы ничему этому не удивились. Ведь они видели уровень практики Джаоси. Она была лишь маленьким мастером стадии очистки Ци. Мама, папа, не то чтобы я скрывала это от вас, просто мастер сказал, что тот, кто идет против природы, не должен показывать своей силы перед смертными, чтобы, не дай бог, его не покарал небесный гнев, прошептала Джаоси. Родители двух девушек оказались в ступоре. Одна их дочь пропала, затем вернулась и утверждает, что занималась совершенствованием, а теперь еще и младшая владеет экстраординарными способностями. Всей толпе потребовалось некоторое время, чтобы расспросить Джаоси о том, где она этому научилась. Как оказалось, когда она была в заграничной поездке, один монах спас ее, после чего принял в ученицы. Мама, папа, мой мастер приедет в город сегодня вечером. Сперва я планировала встретить его и нескольких моих братьев и сестер одна, но раз уж все к этому пришло, почему бы не пойти вместе? Спросила Джаоси, а затем обратилась к старшей сестре. Джаолы, ты тоже можешь пойти с нами? Возможно, нам удастся обменяться опытом. Кстати, какой твой текущий уровень? Текущий уровень? На лице Джаолы появился след нерешительности. Джаоси тут же покачала головой. Ладно, мой мастер один из десяти лучших мастеров на Земле, он если что, сможет чему-то тебя научить. Мы пойдем? Спросила Джаолы юнинцы. Юноша улыбнулся. Конечно, я бы посмотрел на одного из лучших мастеров Земли. Все решив, люди приступили к ужину, а затем спустя еще некоторое время к особняку Джао прибыл роскошный лимузин, из которого вышел мужчина средних лет и очень вежливо сказал. Младшая Джаоси, мастер велел мне заехать за тобой и твоей семьей. Старший брат, спасибо, ответила девушка, после чего она с остальными уселась в машину. Глава 3840. Мяцуи после того, как родители и родня Джаоси уселись в машину, девушка обратилась к Нинцей Джаолы. Вы тоже садитесь, будет не очень хорошо, если смертный увидит вас в небе на летающем мече. Нинцей заметил, что отношение Джаоси к обычным людям было каким-то предвзятым, хотя она была лишь в первом царстве, более того, на довольно низком уровне. Разница между ней и смертными была мизерной. Любой смертный может убить ее так же легко, как прихлопнуть комара. Старший брату, видимо, Сиоси возненавидела меня. Я понимаю ее, но надеюсь, ты не злишься. Сев в машину, Джаолы через звуковое послание попыталась извиниться перед юношей. Нинцей слабо улыбнулся, как слон может заботиться о муравьях, у которых нет даже зубов и когтей. Джаолы была ошеломлена, но после осознала, что прошлые ее слова были глупостью. Даже она, по сути, для Нинцей ничем не отличалась от муравья, что уж говорить о ее младшей сестре, верно. К счастью, старший брату оказался с земли, иначе у меня никогда бы не было возможности вернуться сюда. Подумала радостная девушка. В дороге Джаоси рассказывала о своем учителе и обучении. Двоюродные братья и сестры девушки восприняли ее как легендарного практика и загорелись желанием, а смогут ли они постичь путь совершенствования, а может даже достичь бессмертия? Джаолы, ты практиковалась 11 лет и смогла с помощью силы крови взять под контроль меч. Ты должно быть на четвертой стадии очистки ци, верно? Внезапно спросила Джаоси. Родители Джаолы могли только беспомощно вздохнуть, когда девушка заговорила. Они понимали, что младшую уже было не остановить. Тем не менее, они вдвоем верили в свою старшую дочь. Она должна была понимать, что не стоит гневаться на глупую младшую сестру. Четвертая стадия очистки ци. Джаолы снова смутилась. Когда она впервые оказалась в секте лунного слона, то перепрыгнула через стадию очистки ци, но девушка боялась сказать об этом Джаоси, которая и так ей толком не верила. Пока она думала, что ответить, Джаоси посчитала, что смутила ее своим вопросом. Ааа, ты еще даже не на четвертой, а на третьей, верно? Ну, то, что ты смогла достичь этого за 11 лет, тоже неплохо. Сестра Джаоси, а какой у тебя уровень? Спросил старший сын тети Джаолы. Мастер дал мне много различных пилюль, более того, у меня есть духовные жилы, они облегчают мне тренировки. После 4 лет практики я уже достигла 5 уровня очистки ци, ответила Джаоси. Пятый. Все сразу принялись ее расхваливать, ведь она явно была намного лучше, чем Джаолы. Брату, а каков твой уровень? Девушка, которая была примерно того же возраста, что и Джаоси, сидевшая недалеко от Нинцы, видя, что все вокруг расхваливают Джаоси, решила тихо приблизиться к юноше и удовлетворить свое любопытство. Старший брату это Мяцуй, дочь моей тети, Джаолы, представила девушку юноше. Красивое имя, улыбнулся Нинцы, что касается моей практики, ты серьезно хочешь об этом узнать? А можно, среди всех этих людей, ты самая вежливая? Раз уж ты так хочешь знать, мысленно подготовься. Подготовиться? Мяцуй заинтересовалась в юноше еще сильнее. Она считала, что его уровень был примерно как у Джаоси или может чуть выше, но внезапно окружающее пространство перед ней начало резко меняться и она вышла за пределы земли, прямо в просторы темной вселенной. Что? Воскликнула Мяцуй, но вскоре осознала, что все еще может дышать, и это помогло ей успокоиться. Она огляделась и увидела Нинцы, стоявшего позади нее. Брат, мы сейчас. Мяцуй взглянула на несравненно огромную луну, а затем на землю. Ее дыхание стало прерывистым, а от голоса исходило волнение. Да, во вселенной, рассмеялся Нинцы. Брат, а ты бессмертный? Как ты смог в мгновение ока перенести меня сюда? Взволнованно спросила девушка. Бессмертный? Ну, можно и так считать. А может ли сестра Джааси делать что-то подобное? Спросила Мяцуй. Она слишком слаба, даже Джаала и сильнее ее в плане практики. Мяцуй была крайне потрясена. Я верну тебя, когда насмотришься. Рассмеялся Нинцы, показывая девушке продолжить свое путешествие. А можно прогуляться по луне? Я всегда об этом мечтала. Спросила девушка. Это просто, ответил юноша. В следующее мгновение Мяцуй обнаружила, что стоит на луне. Девушка начала радостно прыгать и бегать, но на нее никак не влияли естественные силы вселенной, потому что Нинцы был рядом с ней. Десять минут спустя Мяцуй, наконец, выбилась из сил. Нинцы увидел это и решил вернуть девушку обратно. Мяцуй резко оказалась все в том же лимузине, но никто даже не заметил, что они отсутствовали. Она снова посмотрела на Нинцы, а затем подняла перед губами и указательной палец и прошептала. Старший брат, я никому об этом не расскажу. Цуер, ты о чем? Джаалэй была слегка поражена. Даже она не заметила, что Нинцы и Мяцуй уходили. Я не скажу тебе, ответила девушка с озорной улыбкой. Джаалэй не обиделась, а лишь слегка улыбнулась в ответ. После возвращения домой только Мяцуй не проявляла к ней предвзятости или отчуждения, а всего-навсего испытывала чувство семейной привязанности. Глава 3841 Спарринг, место, где находился мастер Джааси, оказалось самым большим рестораном в городе. Судя по его масштабам, похоже, он являлся пятизвездочным. Когда вся группа расселась в отдельной комнате, к ним вошел невероятно красивый юноша, который точно бы заставил визжать тысячи девушек, если бы стал каким-нибудь певцом или актером. Как только он вошел, присутствующий официант тут же поклонился. Здравствуйте мастеру. Можешь идти? Усян так кивнул ему, после чего посмотрел на Джааси и подошел к ней. Младшая сестра, я давно тебя не видел. Мне повезло, что мастер приехал, иначе мне не удалось бы увидеться с тобой. Брату, Джааси встала и поклонилась ему, после чего оба сели за стол и начали общаться. О, они тоже практики? Когда Усян таа узнал, что Нинцы и Джаалы и мастера, на его лице отразилось удивление. А могу я узнать из какой вы школы? Поинтересовался юноша. Мой наставник малоизвестный и не любит, когда к нему проявляют внимание, ответил Нинцы. На такой ответ Усян таа отреагировал нормально. Понимаю, у таких старших очень странный характер, я видел многих, и каждый повернут на чем-то. Мяцуй посмотрела на Усян таа, затем на Нинцы, и про себя сделала вывод, что первый юноша был на порядок слабее второго. Она была в этом уверена, хотя ни капли не разбиралась в совершенствовании. Подумав об этом, девушка почувствовала прилив радости. Все думали, что Джааси и Усян таа были настоящими мастерами, но только она одна знала, что Нинцы можно было тогда считать богом. Не удивительно, что старший брат сказал о высокой практике Сяу и с таким спутником, разве она может быть слабой? Мастеру внезапно заговорил дядя Джау и. Зовите меня просто Сяу, вы дядя младшей сестры, но очень вежливы со мной, а это меня сильно смущает, рассмеялся Усян таа. Дядя не стал отказываться от этого и прямо спросил. Сяу, это твой ресторан? Ну, небольшое заведение, не стоящее упоминание, улыбнулся Усян таа. Все резко поперхнулись из-за его слов. Учитывая роскошь этого ресторана, он стоил примерно 400 миллионов юаней, а для него это было лишь небольшое заведение. Насколько большим был бизнес у Сяан таа? Предприятия брата у разбросаны по всему миру. Даже среди 500 компаний, входящих в список фортуни, есть более дюжины, где основным акционером является старший брат, сказала Джааси, а затем намеренно посмотрела на Нинцы и Джаалы, продолжая улыбаться, просто прятаться в горах и практиковаться. Неплохое решение, но оно не позволяет в полной мере постичь путь совершенства. Этими словами девушка явно попыталась задеть Джаалы за то, что она за 11 лет ничего не достигла. Но сама Джаалы никак на это не отреагировала, она боялась, что если раскроет правду, то Джааси это напугает. Младшая сестра, давно не виделись, в комнату вошла еще одна грациозная фигура. Увидев ее, Джааси с засиявшим от счастья лицом представила всем вошедшую женщину. Она была старшей сестрой Джааси и у Сян таа. Все мужчины в комнате, кроме Нинцы, были привлечены красотой этой женщины. Как и ожидалось, концентрация старшего брата самая лучшая, в отличие от других. Мяцуй про себя проворчала и похвалила Нинцы. Старшая сестра Джааси почти не обращала внимания на остальных, она отвечала лишь на вопросы своей младшей сестры и обедала. Примерно через 10 минут в комнату вошел мужчина средних лет, у Сян таа, Джааси и их старшая сестра, увидев его, резко встали и поспешно отдали честь. Приветствуем старшего брата. Старший брат, это, должно быть, первый ученик их мастера. Все в комнате встали и поприветствовали его, но только Нинцы, Джааси и Мяцуй продолжали сидеть на стульях. Когда родители Мяцуй увидели ее непокорность, они встревожились и попытались всячески показать ей, чтобы она также поздоровалась. Но девушка сделала вид, что ничего не видела. Можете отбросить эту излишнюю вежливость, она тут ни к чему, сказал мужчина, но затем бросил взгляд на тех, кто решил не вставать. Хотя он сохранял спокойствие и добродушие, но в глубине его глаз мелькнула вспышка гнева. Он явно был недоволен тем, что Нинцы не встал и не поздоровался с ним. А кто эти трое? Спросил мужчина. Старший брат, это моя младшая сестра, а эта старшая, она также практики. Вот это ее знакомый, старший брат по фамилии У, сказала Джааси. Они тоже мастера? В глазах мужчины средних лет холодный блеск стал еще более резким. На поведение обычного человека ему было все равно, но вот такое отношение мастеров к себе он не любил. Я не ожидал, что в этом маленьком городе смогу встретить таких молодых мастеров. Это для меня большая неожиданность. Мастер отлучился по делам, это займет около получаса. Давайте пока проведем бой, так сказать, обменяемся опытом, предложил мужчина. А давайте, двоюродные братья Джаалы совсем не замечали, какой была окружающая обстановка. Они были взволнованы, ведь хотели увидеть бой настоящих мастеров. Это нехорошо. Родители Джаалы переглянулись. Мама, папа, это просто товарищеский бой. Джаалы, я сражусь с тобой, но не волнуйся. Ради тебя я буду использовать силу третьей стадии очистки ЦИ, предложила Джааси, уставившись на старшую сестру вызывающим взглядом. ЦИаси, я не буду с тобой драться, Джаалы покачала головой. Ты боишься? Ухмыльнулась девушка. Младшая сестра действительно боится, вдруг сказал Нин ЦИ, и все внезапно странно посмотрели на него, ожидая конкретного объяснения. Она боится, что если не проявит осторожность, то убьет собственную младшую сестру. Так что, если хочешь драться, то давай лучше со мной, рассмеялся юноша. Когда Джааси услышала его, то тут же в ее глазах появилась вспышка. Как только она хотела сказать что-то в ответ, увидела знак от своего старшего брата, поэтому неохотно закрыла рот. Женщине с мужчиной негоже сражаться, лучше уж пускай мужчина с мужчиной. Раз младший брат готов провести спарринг, то пусть мой третий младший брат с тобой сразится, предложил мужчина средних лет. Когда Усян Та услышал эти слова, на его лице появилась кривая улыбка. Глава 3842 Бумажный человечек Джаал И посмотрела на Усян Та с легким сожалением. Она не знала, что юноша достиг сферы императора небес, но ей было прекрасно известно, что юноша раньше был практиком пика вечности, а для такого мастера хоть тысяча Усян Та, хоть десять, всех прихлопнет одной левой. Однако, кроме Джаал И и Мя Цуй, остальные не думали, что нинцы сможет победить парня в поединке. Родители Джаал И хотели попытаться остановить бой, но почувствовали страх перед Урой. Мужчины средних лет и в итоге ничего не сказали. Брату, между нами, практиками, есть неписанное правило ведения боя, ты его знаешь? Спросил мужчина средних лет. Какое такое правило? Мы проводим обычный бой, а не смертельный, поэтому ничто вокруг не должно пострадать, иначе это будет считаться поражением. Это правило сразу же было одобрено всеми. Ладно, нинцы тоже не возражал. Брату, тогда давай начнем. Усян Таа слегка поклонился в сторону юноши, а остальные в это время отошли к диванам в комнате. Ой, подожди, сказал нинцы, а затем обратился к Мя Цуй, принеси мне лист бумаги. А девушка удивилась просьбе, но затем поспешно побежала к стоявшему у входа в комнату официанту и попросила лист бумаги. Лист бумаги? Мужчина средних лет удивился просьбе, он совсем не понимал, зачем парню он нужен. Вот, пожалуйста, девушка быстро вернулась с листом и передала его юноше. Затем нинцы духовной энергией вырезал бумажного человечка с кривым длинным мечом. Ты что, решил притвориться богом? Рассмеялась Джааси. Правильно, я он и есть, ответил юноша. Девушка опешила, но затем резко нахмурилась. Брату, может начнем? Если бы у нас был настоящий бой, то времени на бумагу у тебя бы не было, сказал Усян Таа. Ладно, пора начинать. Нинцы легонько постучал по столу. Бумажный человечек мгновенно встал и взмахнул длинным мечом, направив его на Усян Таа. А во, вот это да. Он на самом деле двигается. Родственники Джаалы выглядели шокированными, а Мяцуй была чертовски счастлива, ведь это она принесла бумагу. Ха. Усян Таа больше не собирался терять времени, он мгновенно направил в атаку свой летающий меч. Но в следующий момент бумажный человечек взмахнул своим изогнутым длинным мечом, легко остановив меч противника, чем изумил присутствующую толпу, у которой отвисла челюсть. Усян Таа также опешил, поэтому потерял контроль над мечом и тот упал на землю. Его старший брат, вторая старшая сестра и младшая сестра Джааси также были удивлены увиденным. Обычная бумажная фигурка под контролем Нин Ци смогла остановить атаку Усян Таа, мастера десятой стадии очистки Ци. Младший брат, это какая-то особая техника, ты можешь меня этому научить. Мяцуй сразу села за стол рядом с Нин Ци и потянула его за руку, как маленькая капризная девочка. Старшая сестра Джаолы также умеет подобное, поэтому попроси ее потом научить тебя этому, рассмеялся юноша. Для толпы то, что он сделал, было поразительным, но на самом деле Нин Ци лишь влил в бумагу немного духовной энергии. Если бы он хотел, то мог в принципе и убить Усян Таа. Она тоже это умеет? Джааси вопросительно посмотрела на Джаолы, отчего выражение ее лица стало несколько неприглядным. Бой продолжался пару минут, но Усян Таа не мог победить даже бумажную фигурку, его лицо покрылось потом и он начал выдыхаться. Третий старший брат, остановись, ты явно слабее, сказала старшая сестра, а затем бросила холодный взгляд на Нин Ци. Молодой мастер, вы скрываете свой уровень практики? Неужели он вышел за пределы очистки Ци? Ошарашенно воскликнула Джааси. Усян Таа также это показалось, поэтому он убрал свой клинок и гневно уставился на юношу. А ты догадливая, рассмеялся Нин Ци. Старшая сестра стала выглядеть более серьезной. Она поднялась с дивана и встала перед Усян Таа. Обращайся к юноше. Позволь мне сразиться с тобой. Но разве ваш старший брат не говорил, что мужчина должен сражаться только против мужчины? Старшая сестра холодно фыркнула. Ты боишься проиграть? Ох, ну ладно, начинай, улыбнулся юноша. Вторая старшая сестра была на уровне боевого ядра. Ее практика была на порядок выше, чем Усян Таа. Более того, она лучше управлялась летающим мечом. Дзин. Прежде чем толпа успела среагировать, женщина атаковала юношу своим мечом. Вот только ее прекрасный летающий клинок был разбит мечом бумажного человечка. Ха. Старшую сестру вырвало кровью. Ее лицо побледнело до неузнаваемости. Когда Усян Таа и мужчина средних лет увидели результат столкновения двух сторон, оба были шокированы. Летающий меч их сестры был уничтожен бумажным человечком. Старшая сестра, ты в порядке? Джаоси поспешно подбежала к женщине. На ее лице виднелось беспокойство, но затем она посмотрела на Нинцы потрясенным взглядом. Да как ты посмел? Мужчина средних лет разразился яростным криком и собирался сделать шаг, но заметил, что не может пошевелиться. В тот же момент мимо него пролетел бумажный человечек, взмахнув пару раз своим мечом. После этой поры взмахов длинные волосы мужчины, не спадающие до самой его талии, были укорочены по уши. Это же лишь небольшой спарринг, никому он не навредил, почему ты так злишься? Твое сердце явно не годится для практика, рассмеялся Нинцы. Только после этих слов остальной народ пришел в себя, осознав одну важную вещь. Оказывается, самым сильным среди всех присутствующих мастеров был старший брату, который пришел с Джаолой. Глава 3843. Просто пошутил, станет ли мой ученик достойным мастером или нет, не дело посторонних. С этими словами пожилой мужчина медленно вошел в комнату. Когда Джаоси, Усянта и их вторая старшая сестра увидели его, сперва удивились, а затем поспешно поклонились. Однако мужчина средних лет, сдерживаемый Аурой Нинцы, не мог сдвинуться ни на дюйм, лишь смотрел на старика с мольбой о помощи. Это мастер Сиоси. Присутствующим стало любопытно. Старик должен был быть сильным мастером, но выглядел довольно обычно. Ты так молод, но имеешь высокий уровень практики, я восхищен этим. Мои ученики недостаточно сильны, поэтому я сражусь с тобой вместо них, предложил старик. Как только он это сказал, бумажный человечек полетел в его сторону, и на всей доступной скорости ударил бумажным мечом по голове старику. Бабах. Старик просто не успел ничего сделать, меч вбил его в пол, от чего снизу раздался шокированный крик. Очевидно, потому что пол был пробит насквозь. Мастер Джаоси наблюдала за происходящим со следом страха и шока. Могущественный, по их меркам, мастер не смог справиться с простым вырезанным из бумаги человечком. Старик тоже был ошеломлен, но больше всего его пугало то, что он не мог пошевелить своим телом, будто на него давила огромная гора. В этот момент Нин Ци, который смотрел на него с расслабленной улыбкой, стал для старика самым настоящим монстром. Старший брат мне не солгал. Даже мастер Джаоси слабее его, а это значит, что сила сестры Лэй тоже очень высока. Подумала Мя Цуй. Старший брату, Джаолы и поняла, что только она может остановить этот сыр-бор, поэтому посмотрела на юношу. Ладно, я просто пошутил немного, рассмеялся юноша. В то же время бумажный человечек опустился на землю. Старик и мужчина средних лет одновременно почувствовали, как к ним вернулся контроль над их телами. Старший, простите меня, пожалуйста, я просто не знал, с кем решил сразиться. Старик протянул руку в сторону Нин Ци, явно желая загладить свою вину. Произошло небольшое недоразумение, не обращайте на это внимания. Оставаться тут я не намерен, так что, сестра Джаолы, как разберешься с делами своей семьи, я заберу тебя погулять по бессмертному миру, а после верну обратно в секту лунного слона, сказал Нин Ци, после чего встал и ушел. Мя Цуи поспешила пойти следом за ним. Ее родители посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Они уже видели силу юноши и поняли, что он был настоящим бессмертным из легенд. Бессмертный мир. Секта лунного слона. Старик почти никак не отреагировал на название секты, но вот услышав о бессмертном мире, его тело резко вздрогнуло. Полчаса спустя, в комнате все собрались вокруг Джаолы, как послушные дети. Мама и папа, тогда я решила подняться на гору Тай, там было малолюдно, а когда я проходила место, где лучше всего был виден закат, меня окутали облака и я провалилась в сон, а очнувшись, оказалась уже в центре секты. Джаолы вкратце рассказала о том, что произошло за время ее отсутствия. Джаоси во время ее рассказа держала голову опущенной. Ей было стыдно за себя, потому что она считала нинцы слабаком, но после слов Джаолы девушка изменила свое отношение. Сестра, ты не возвращалась все эти годы, потому что не могла, прошептала Джаоси. Если бы не брату, то я никогда бы не смогла вас увидеть, ответила Джаолы. В этот момент старик посмотрел на девушку и из любопытства спросил. Старшая Джао, получается, ваш нынешний уровень практики? Золотой бессмертный. Действительно, вы достигли уровня бессмертных. Старик резко стал выглядеть взбудораженным. Он когда-то читал о бессмертном мире в древних текстах, но не мог найти подтверждения этому. Но, выслушав девушку, все встало на свои места. Сеолы, ты говорила, что твой статус в секте ученик-слуга, а что именно ты делаешь? Спросила мама девушки. Наш долг – служить внутренним ученикам, а старший брату – самый сильный среди них. Многие из учеников секты порочные часто ругают своих слуг, но брат не такой. Он лично заступился за нас, когда мы попали в передрягу. Сеолы, Мя Цуи пошла следом за ним. Ничего плохого же не случится? Спросила тетя Джаолы, которая явно волновалась за свою дочь. Старший брату очень добрый. Сестра Цуи рядом с ним будет в полной безопасности и более того, может что-то узнает или получит от него подарок. Ответила девушка. Тетя и дядя, услышав ее, успокоились, но остальные почувствовали сожаление, что не пошли за юношей. Может ли им тогда что-то бы перепало? Мама и папа, я не смогу остаться с вами надолго, но перед уходом я помогу вам вступить на путь практики, так вы сможете прожить дольше, чем кто-либо другой на земле. Возможно, если в будущем у меня появится шанс вернуться, так мы с вами сможем встретиться. Джаолы раскрыла всю правду, а также решила потратить несколько дней, чтобы помочь своим родителям достичь неплохого уровня совершенствования. Глава 3844. Цыплят по осени считают в последующие несколько дней Джаолы помогала своим родителям встать на путь совершенствования. Джаоси также получила много полезного, а Мяцуи всегда оставалась рядом с Нинци. Изначально юноша думал, что Джаолы останется на земле на несколько месяцев или даже лет. Ты понимаешь, что в следующий раз, возможно, вернешься уже не скоро, так почему же решила остаться всего на несколько дней? Спросил Нинци. Джаолы покачала головой, скорчив кривую улыбку. Видя, что говорить она не хочет, юноша не стал ей докучать. Они быстро покинули землю и полетели в сторону центра бессмертного мира. Старший брату, а на что похож бессмертный мир? Джаолы было немного любопытно. Он отличается от царства Шень Ло, края которого не удастся достичь даже императору небес. Бессмертный мир в сравнении с ним лишь крупица, где большинство планет заселены смертными, ответил юноша. Но почему все окружающие планеты рядом с землей необитаемы? Покачжаолы спрашивала, осматривала каждую планету, мимо которой они пролетали. На любой из планет были суровые условия, где смертным просто не прожить и минуты. Потому что Млечный Путь – часть региона заброшенных земель. Бессмертный мир разделен на множество бессмертных царств, а за их пределами слишком небольшая концентрация духовной энергии, поэтому мастерам находиться там невыгодно, даже наоборот, вредно. О, теперь понятно. Джаолы кивнула, вспоминая насколько некомфортно себя чувствовала на земле. Старший брату, а в какую бессмертную империю мы направляемся сейчас? На лице девушки отразилось предвкушение. Понятия не имею, рассмеялся Нинци. Джаолы была слегка поражена. Хочу найти одного человека, я почувствовал след его ауры, но конкретно не знаю, в каком месте он находится. Услышав его слова, Джаолы стала лучше понимать силу юноши, но она все еще ошибалась в своих суждениях. Его практика достигла императора небес, а это совершенно другое понятие силы. Хотя ее нельзя было назвать равной небесному закону, но она ничем не уступала. Иначе как только он вошел в бессмертный мир, его сразу бы настигло грозовое бедствие. Бессмертное царство Холодного Севера. Это царство было одним из слабейших. Даже когда демоны вторглись, сперва они не были в нем заинтересованы, ведь на его территории слишком слабые мастера и ничтожное количество ресурсов. Сильнейшим здесь был всего лишь Великий Бессмертный. Можно даже предположить, что если ничего не поменяется, это Бессмертное царство вскоре станет заброшенной областью. Многим придется покинуть его и отправиться в другие, более процветающие места. Старший брату, духовная энергия тут не шибко сильнее, чем у Млечного Пути, сказала Джаолы. Ну, примерно в 10 раз больше, чем на Земле, но по сравнению с другими царствами, она правда низкая, согласился Нинцы. Если бы я изначально была здесь, а не в секте Лунного Слона, то, возможно, никогда не достигла бы Второго Царства, предположила девушка, а затем обрадовалась, что оказалась в высшей секте Шиньло. Хотя она была лишь служанкой, но это не мешало ей практиковаться в лучших условиях, а если она достигнет Третьего Царства, то сможет пройти проверку на внешнего ученика, и тогда ей больше не придется никому служить. Тебе повезло. Я оказался в еще более худшем месте, когда начинал свой путь практики. У меня ушло много времени, чтобы достичь Второго Царства, пробубнил Нинцы, вспоминая свои прошлые приключения. Джаолы внезапно стало очень любопытно, что же пережил юноша в прошлом, но как только она собралась спросить, увидела перед собою планету. Это здесь, сказал Нинцы. Он отчетливо чувствовал, что аура нужного ему человека была на этой планете. Мне кажется, или там есть мастера, равные мне по практике? Спросила Джаолы. Верно, правда там есть еще один человек, чья практика немного выше твоей. Он великий бессмертный. Эта планета, видимо, самая сильная на территории Холодного Севера. Старший брату, насколько сильный тот человек, которого ты ищешь? Он опасный? Спросила Джаолы. Не слишком сильный. Сейчас он создает секту и набирает новых учеников, рассмеялся Нинцы. Звезда Брахмы. Впаде на 100 тысяч гор. Этот регион был очень обширный и вокруг находилось множество сект. Однако из-за проблем с ресурсами, тут также происходило множество сражений. На данный момент в глубине региона 100 тысяч гор было крайне оживленное место. Здесь находились тысячи мастеров, как высокого уровня практики, так и низкого. В это время взгляды всех вокруг были сосредоточены на мужчине средних лет, что стоял в воздухе и красноречиво зазывал людей в свою секту. Этот мастер средних лет был на уровне Золотого Бессмертного, что внушало какое-то уважение в глазах более слабых практиков. Сила старшего Вэнь Тяньцзы невероятно велика. Нам повезло, что мы присоединились первыми к его секте. В будущем, возможно, у нас получится получить больше ресурсов, верно? Думаю, да. Я слышал, что старший Вэнь пригласил более дюжины старших сферы Небесного Бессмертного. К сожалению, пришли только трое. Глава 3845. Да Тяньцзунь, это уже неплохо. Я слышал, что старший Вэнь Тяньцзы в прошлом был всего лишь в сфере Творца, но умудрился оскорбить старшего Го, большого человека в сфере Золотого Бессмертного. Однако недавно он вернулся и ему даже удалось победить старшего Го в поединке. Теперь он тоже Золотой Бессмертный, а с таким сильным мастером никто из местных не станет мешать его секте. Верно, скоро наступят спокойные деньки. Слушая красноречивую речь Вэнь Тяньцзы, повествующую о будущем секты и ближайших целях, люди перешептывались и с нетерпением ждали, когда все это случится. В толпе глаза Джаолы неотрывно смотрели на Вэнь Тяньцзы. Она заметила, что ее практика была почти такой же, как у него. «Здравствуйте, мы где-то с вами виделись, у вас есть ко мне какие-то вопросы?» Вэнь Тяньцзы заметил взгляд девушки и решил подойти к ней. Ему она показалась очень странной. Весьма вероятно, она пришла из другого царства, но сейчас никто в здравом уме не станет приходить сюда, ведь царство Холодного Севера скоро превратится в заброшенную область. «Неужели их привлекла церемония открытия моей секты?» Или, может, их пригласил старший Го, предположил Вэнь Тяньцзы, после чего он посмотрел на Нинцы и подсознательно отступил на несколько шагов, чтобы между ним и этой загадочной парой было небольшое расстояние. Трое небесных бессмертных неподалеку заметили это и вмиг оказались позади Вэнь Тяньцзы, бдительно разглядывая незнакомую пару. Старший брату Джаолы посмотрела на Нинцы, юноша кивнул ей, а затем она внезапно спросила. «Это ты Вэнь Тяньцзы? Ты настолько слабый, но выбрал себе столь властное имя. Ты точно уверен, что можешь требовать от небес, чтобы они опекали тебя?» Голос девушки разнесся на сотни миль вокруг, оглушая людей. Все сразу поняли, что Джаолы пришла не с добрыми намерениями. Выражение лица Вэнь Тяньцзы внезапно потемнело. «Вы люди, которых прислал старший Го. Сегодня у меня открытие секты, так что проваливайте, иначе умрете». «Молчать, отвечай на мой вопрос, ты был в этом месте?» Спросила Джаолы и воссоздала миниатюрную землю и луну, на которой случился апокалипсис. Вэнь Тяньцзы взглянул на эту картину и его брови слегка нахмурились. «Кто вы, черт возьми, вы не от старого демона Го?» Старший брату, видимо это правда он. Джаолы посмотрела на Нинцы. По выражению лица этого человека, она сделала вывод, что он точно был на земле, а как ранее ей сказал юноша, был лишь один мастер причастный к тому апокалипсису, что случился там. Если говорить конкретнее, то во всем этом был виноват практик перед ними. «Значит, вы люди с той планеты?» «Хотя нет, духовная энергия на ней настолько мала, что достичь чего-то в том месте просто невозможно». Вэнь Тяньцзы был озадачен, но сразу же расслабился, ведь переживал, что они пришли от старшего Го. «Ха-ха, духовная энергия на ней мала?» «Ты хоть знаешь, что с той планеты вышли первые люди бессмертной расы, они же древние. Что за бред ты несешь?» «Как предки могли появиться на столь слабой планете?» «Когда в бессмертный мир вторглись демоны, древние дали им отпор, они защищали вас всех. А ты, скорее всего, в то время был небесным бессмертным. У тебя просто не было права участвовать во всем этом», — ухмыльнулся Нинцы. Вэнь Тяньцзы не понравилось, что его продолжали унижать на глазах у новых учеников его секты и других собравшихся вокруг. «Он решил, что пора с этим кончать. Мне понадобилось всего пару минут, чтобы уничтожить всех живых на тех двух планетах. Раз уж вы пришли сегодня разобраться с этим, я просто воспользуюсь вами и еще раз покажу силу моей секты». «Вэнь Тяньцзы, ты такой высокомерный!» Внезапно над головами присутствующих прозвучал голос «Старый демон Го». Выражение лица Вэнь Тяньцзы потемнело. Он был сильно ранен им, но посмел появиться. Когда Вэнь Тяньцзы поднял голову, он был поражен тем, что увидел бледного старика, стоявшего рядом с молодым мужчиной. А этим молодым мужчиной был единственный великий бессмертный планеты Брахмы, а также лучший мастер всего царства Холодного Севера. «Да Тяньцзунь, почему вы здесь?» Вэнь Тяньцзы уважительно поклонился мужчине и задал вопрос. Люди вокруг изумились происходящему, а стоявшие позади Вэнь Тяньцзы трое небесных небожителей от страха начали отступать назад. Гофань сказал, что ты носишь с собой демонический предмет. Ты с его помощью причинил ему сильную боль. Покажи мне, что это?» — приказал Датяньцзунь. Вэнь Тяньцзы слегка нахмурился и сделал пару шагов назад. Гофань в этот момент злорадно ухмыльнулся, насмехаясь над положением его недруга. «Датяньцзунь, я. Не трепи языком, достань предмет!» — фыркнул Датяньцзунь, а после посмотрел на Нинцы и Чжалы. «Если у вас есть к нему какие-то личные обиды, то сможете решить их после того, как я выпровожу его с этой планеты. Старший да очень властный. Люди были восхищены услышанным. «Тебе не кажется, что тот, кто пришел первый, тот первым и решает свои вопросы?» — спросил Нинцы. «Ты меня не слышал?» — Датяньцзунь нахмурился и тут же высвободил величественную ауру. Все подумали, что Нинцы с девушкой будут мгновенно побеждены, но затем на глазах у всех юноша поднял руку и щелкнул пальцами. «Аура Великого Бессмертного моментально была стерта, и Датяньцзунь, словно воздушный змей, спикировал вниз, впечатавшись в землю». Глава 3846. Фрагмент «Датяньцзунь». Воскликнул народ, а затем в недоумении посмотрел на Нинцы. Кто он? Гофан чуть было не упал с неба, но когда пришел в себя, поспешно опустился вниз и испуганно посмотрел на юношу. Тело Вэнтяньцзы стало невероятно напряженным, он посмотрел на Нинцы и Чжалы со страхом, ведь юноша только что расправился с сильнейшим практиком в округе. «Ну так что, ты согласен с тем, что я сказал раньше?» Нинцы медленно подошел к Датяньцзуню и спросил у него. «Да, да, согласен», — ответил мужчина, испытывая дикий страх. Все вокруг посмотрели на него очень странными взглядами, никто из них никогда бы не подумал, что Датяньцзунь может выглядеть таким послушным и смиренным. «Хорошо, просто постой здесь на коленях», — сказал юноша, что с огромной радостью мужчина сразу же сделал и, наконец, почувствовал хоть какое-то облегчение. Но после в его сердце зародился гнев, который он хотел выплеснуть на двух людей, а именно, на Гофаня и Вэнтяньцзы. Старший «Я», «Я». В это время Вэнтяньцзы весь побледнел, так как Нинцы приближался к нему. Он боялся даже сдвинуться с места, понимая, что не сможет убежать. Раз Датяньцзунь оказался сражен одним щелчком, то, что сможет он со своей силой начальной стадии золотого бессмертного. В миг он вспомнил всю свою короткую жизнь практика. Эти воспоминания были подобны фрагментам, что постоянно мелькали в его разуме. Вскоре Нинцы встал перед ним и сказал, когда ты стал бессмертным, тебе никто не говорил, что убивать людей почем зря, скажется на твоей карме. Ее ты уже навряд ли очистишь, тебе придется просить у других помощи. Говорили, мой мастер однажды говорил это, уважительно ответил Вэнтяньцзы. Тогда какого черта ты уничтожил целую планету? Мне любопытно, чем Земля тебе так насолила. А вот, так вот в чем дело. Разрушение живой планеты среди бессмертных является запретным и карается суровым наказанием. Хотя кто в здравом уме будет это делать, ведь никто не знает, какие великие мастера могут быть выходцами с той или иной планеты. Вэнтяньцзы настоящий идиот, раз решил наплевать на это. Люди уставились на Тяньцзы, как на мертвеца, но совсем не пожалели его, а, напротив, посчитали, что так этому глупцу и надо. Да Тяньцзы не решил, что после того, как Нинцы уйдет, если Вэнтяньцзы еще будет жив, то он лично замучает его до смерти. Сам Вэнтяньцзы сожалел о том, что он сделал ранее. Кто бы мог подумать, что у этой планеты есть такой могущественный покровитель? Старший, я допустил эту ошибку, потому что меня пытался убить Гофань. Пожалуйста, простите меня. Вэнтяньцзы, встав на колени, начал кланяться и просить прощения. В этот момент Гофань внезапно сказал, старший, у него есть очень странный предмет. Этот вор, должно быть, украл его где-то, и именно из-за сокровища ему удалось достичь сферы золотого бессмертного, иначе я бы его убил. После сказанного он сразу же рявкнул на Вэнтяньцзы. Хватит вешать всем лапшу на уши, показывай, что ты получил на той планете, из-за чего ты убил всех смертных. Вэнтяньцзы поднял опущенную голову. Я. Бум. Физическое тело мужчины исчезло, в воздухе осталась лишь его голова. Когда люди увидели эту картину, у всех по спине пробежал холодок. Они даже не заметили, как Юнаша сделал свой ход. Неужели золотые бессмертные настолько слабые? Пока у тебя есть голова, ты сможешь восстановиться, но без нее ты умрешь. Пригрозил Нинцы. Вэнтяньцзы боялся умереть, но он также переживал, что если расскажет правду, то у него точно не останется шансов выжить. Старший. Я расскажу. Однако мужчина все же решил, что, возможно, если он расскажет правду, то его пощадят. Подумав об этом, он отдал мысленный приказ и из его пространственного кольца, валяющегося на земле, вылетел кусок железа. Старший. Когда я получил этот фрагмент на той планете, с его помощью я достиг сферы золотого бессмертного. Глава 3847. Тысяча лет на коленях фрагмент. Нинцы поманил к себе кусок железа, и когда тот оказался на его ладони, юноша почувствовал знакомую ауру, мгновенно пробудившую родословную Паньгу, которая долгое время находилась в спящем состоянии. С достижением сферы императора небес, его жизненная форма полностью изменилась, но родословная Паньгу оставалась в самых глубоких недрах его внутреннего мира. Это фрагмент топора Паньгу, юноша сразу же понял, что это за фрагмент, и каким образом мужчина сделал скачок в своей практике. Паньгу был мастером Пятого Царства и, естественно, его артефакт был не слабым. Это было довольно очевидно, что получив фрагмент артефакта, Вэн Тяньцзы резко достиг золотого бессмертного. Однако юноша не ожидал, что на земле остался фрагмент топора, что был случайно найден проходившим мимо бессмертным. Убрав осколок, Нин Ци посмотрел на Вэн Тяньцзы. Это из-за него ты решил уничтожить всех на планете? Боялся, что об этом фрагменте узнают. Мужчина хотел было ответить нет, но подумал, что лучше сказать все как есть. Старший, я правда так подумал. Если бы я знал о вас, то не посмел бы поступить так безрассудно. Пожалуйста, простите меня на этот раз, я обещаю, что исправлюсь. Я дам тебе такой шанс, согласился Нин Ци, чему удивились все, и даже Джаолы. Правда, большое спасибо, сказал Тяньцзы, продолжая стоять на коленях с чувством неверия. Просто постой здесь на коленях тысячу лет и подумай о своем поведении, но если решишь сбежать, то я спрошу с тебя. Строго предупредил Нин Ци, стоять на коленях тысячу лет здесь. Он же только что основал тут секту. Как на него будут смотреть его ученики, если он будет стоять на коленях? Вэнь Тяньцзы мгновенно представил себе взгляды своих учеников, которые тыкают в него пальцами и обсуждают за спиной. Старший, я вас понял, я буду стоять тут тысячу лет и искуплю свои грехи. Вэнь Тяньцзы все же согласился, но сделал это, потому что не верил, что такой мастер останется тут на тысячу лет. Хэм, думаю, одному тебе будет одиноко, так что пускай да Тяньцзунь побудет с тобой, улыбнулся Нин Ци и притянул к Вэнь Тяньцзы молодого мужчину. Старший брату, а не слишком ли это легкое для него наказание? Спросила Джаолы, холодно уставившись на Вэнь Тяньцзы. Тысячи лет достаточно, нужно всегда давать людям шанс на прощение, нельзя всегда всех убивать. Нин Ци покачал головой и потянул за собой девушку, мгновенно исчезая с глаз толпы. Пару минут стояла гробовая тишина, всем было неловко от этого, ведь сейчас на коленях перед ними остались стоять Вэнь Тяньцзы и Датяньцзунь. Первый собирался открыть секту, которая в последнее время набрала большую популярность, а второй был лучшим мастером звезды Брахмы. Что ж, у меня еще есть дела, поэтому я, пожалуй, пойду. Го Фань поклонился Датяньцзунью и собирался уйти. Вот только как бы не хотел Датяньцзунь остановить старика, он не мог ни то что заговорить, даже пошевелить пальцем ему не удавалось. Го Фань переживал, что мужчина что-то скажет ему, но раз тот никак не отреагировал, значит не имел возражений. Старик быстро ускорил шаг и улизнул отсюда. Старшие, мы тоже уходим, остальные практики также начали расходиться. Ни у кого не было желания оставаться здесь, ведь в этом не было никакого смысла. В конце концов, тут осталось менее трехсот бессмертных. Они считали, что даже если Вэнь Тяньцзы проведет тысячу лет на коленях, для них, следуя за ним, будет хоть какой-то шанс достичь чего-то большего. Один из трех небесных бессмертных сделал шаг вперед и тихим голосом спросил. Глава Вэнь, тогда мы займемся практикой, верно? Да, ответил Тяньцзы, как он может говорить. Да Тяньцзун был шокирован, но не мог повернуть голову, потому что какая-то сила мешала ему это сделать. Немного подумав, как ему быть, Тяньцзун решил воспользоваться техникой, но, как только он начал зачитывать ее, особая сила сдавила его еще сильнее. Что с тобой? Вэнь Тяньцзы с неуверенностью посмотрел на мужчину. Да Тяньцзун не обращал на него внимания, потому что осознал, наконец, из-за чего не мог даже говорить. Вот только он не ожидал, что тот таинственный старший накажет его так сурово. Но почему Вэнь Тяньцзы может спокойно говорить, а я нет? Я же вообще ничего по сути не сделал, спросил у самого себя Тяньцзун, в то же время гневаясь на свое невезение. Несколько лет спустя, Вэнь Тяньцзы решил, что Нинцы уже точно не вернется, поэтому внезапно сказал. Да Тяньцзун, я больше стоять на коленях не буду, у меня еще осталось много важных дел. Если у меня появится шанс, то я обязательно навещу тебя. Услышав злорадство в словах Тяньцзы, сердце Да Тяньцзуня воспылало гневом, однако затем он увидел, как мужчину, взлетевшего на пару метров вверх, придавила таинственная сила и опустила на колени рядом с ним. На лице Вэнь Тяньцзы появилось выражение растерянности, а Да Тяньцзун про себя разразился диким хохотом. Глава 3848. Зеркало-разрушитель теней. Тем временем Нинцы несколько лет водил Джаалэй по бессмертному миру. Он не блуждал просто на обум, а пользовался этим временем, чтобы попытаться найти Укуна, но, перепробовав все варианты, пришел к выводу. Либо Сунюкун ушел в глубины вселенной, либо покинул бессмертный мир. Нам пора возвращаться. В один из спокойных дней Нинцы внезапно обратился к Джаалэй. Девушка слегка кивнула, хотя бессмертный мир был хорошим, здешняя духовная энергия была невероятно ничтожна, по сравнению с тем уровнем, которым обладала секта Лунного Слона. Она хорошо понимала, что только там сможет продолжить прогрессировать. Но Джаалэй не унывала, ей повезло, что она смогла побывать на Земле, и девушка была этим очень довольна. Секта Лунного Слона. По возвращению обратно для остальных в секте казалось, что они не уходили вовсе. Даже Чэнь Чжун и Мин Сюн думали, что пара лишь уединилась в доме, а поскольку они кое-что подозревали, то не решались расспрашивать или расследовать об их исчезновении на несколько лет. Вскоре после того, как они вернулись во внутренний регион, от старейшины Юнь пришло сообщение. Старший брату, меня зовут Лин Хуе. Заместитель Юнь приказала мне сообщить тебе, что мы нашли след темных мастеров, и они довольно сильны, поэтому нам нужна твоя помощь, сказал парень в довольно уважительной манере. Хотя оба они были внутренними учениками, Нинцы за короткий промежуток времени успел завоевать репутацию непобедимого на своем уровне. Кроме того, он стал раскованным стражем, а такому сказать ничего не посмеет даже ученик-наследник. Темные мастера. Они посмели появиться в регионе зарождения. Юноша удивился новости. Они все очень хитрые, как лисы. С одной стороны им опасно сюда приходить, но с другой, тут многие считают, что они сюда не суются, а это играет им на руку. Повезло, что темные мастера повели себя неосторожно и раскрыли свои личности, вступив с кем-то в конфликт на территории нашей секты. Однако заместителю Юнь Линь идти туда, поэтому она послала меня к тебе и наказала нам с этим разобраться. Ты, получается, тоже раскованный страж, верно? Спросил Нинцы. Линь хуя кивнул, доставая жетон, подтверждающий его личность. Так и есть, но меня завербовала не заместитель Юнь, а старший сфер вечности. Брат Линь. Я только недавно стал раскованным стражем и мало что знаю о том, как вы вычисляете темных мастеров. Как у вас вообще получается определять, кто есть кто? На них же не написано, что они темные мастера, верно? Поинтересовался юноша. Это довольно просто. Линь хуя достал бронзовое зеркало и передал его Нинцы, старший брату. Это зеркало-разрушитель теней, его создал вручную один из старейшин Верховного Совета, но таким владеют лишь немногие раскованные стражи в регионе зарождения. С помощью этого зеркала можно легко определить, находится ли внутри мастера след Верховного Совета. Если у человека нету никакой метки, то и отражения в зеркале не будет, а это значит, что он темный мастер. Нинцы удивился услышанному, затем взял зеркало и посмотрел в него, и он, действительно, не увидел своего отражения, после чего он убрал его и слегка улыбнулся собеседнику. Заместитель Юнь не дала мне такого зеркала, ты же не против, если я на время его одолжу? Хорошо, согласился Линь хуе, его не особо заботило это зеркало, ведь, в конце концов, оно ничего не делало, кроме того, что с его помощью можно было определить принадлежность человека к темным мастерам. Затем юноша расспросил о том, в какую сторону идти, и сразу же покинул секту, предложив Линь хуе остаться и оставить это дело на него. Сам же он полетел к одной из небольших сект на территории секты Лунного Слона. Кто бы знал, что у Верховного Совета есть такой предмет, как зеркало-разрушитель теней. Почему меня об этом никто не предупреждал? Неужели они только недавно его создали? Сердце Нинцы не могло найти себе покоя. Заместитель Юнь невероятно сильна, она была раскованным императором выше седьмой стадии. Если бы она заподозрила в нем темного мастера и решила проверить, то он, возможно, уже лежал бы где-нибудь закопанным в землю. К счастью, ему повезло, плюс его нынешней силой никто просто так не посмеет использовать на нем подобное зеркало. Так что пока он ведет себя осторожно, его истинную личность будет тяжело раскрыть. Нужно дождаться открытия руин гробницы, а тому же будет все равно на статус раскованного стража. Верховный Совет все равно не сможет ничего сделать. Как минимум, если что, спрячусь в царстве Бога. Подумал про себя Нинцы. Спустя час он добрался до горной гряды, где прошла серьезная битва, и вокруг остался ее беспорядок. Когда находящиеся здесь люди увидели форму одежды Нинцы, все поспешно поздоровались с ним. Старший, выраскованный страж, первым, кто поздоровался с юношей, был старик в сфере постоянства, а позади него стояла большая группа от третьего до четвертого царства, разглядывающая юношу со смесью любопытства и почтения. Глава 3849. Можешь начинать готовить завещание, так и есть, а вы из секты нефритового треножника? Ответил юноша и задал встречный вопрос. Я Сюйцин, глава секты нефритового треножника, могу я узнать, как к вам обращаться? Поспешно сказал старик. Моя фамилия У, давайте сразу перейдем к делу. Я слышал, у вас тут появились темные мастера. Сколько их и где они сейчас? Спросил Нинцы. Один из моих учеников наткнулся на группу, между ними началась перепалка, но ничего не предвещало беды, однако эта группа мало того, что убила его, так еще и после разрушила мою секту. В этой группе было пять человек, после того, что они тут натворили, бросились бежать в ту сторону, ответил Сюйцин, указывая в нужном направлении. Пятеро, получается, каждый из них не ниже сферы нирваны? Нахмурился юноша. Нет, только один в сфере постоянства, остальные четверо в перерождении, ответил старик. Ясно, глаза юноши слегка замерцали, когда он посмотрел вперед, сканируя пространство своим божественным восприятием. Кое-что разузнав, он сразу уже повернулся к старику. Похоже, ты не всем не рассказал, или по какой причине ты решил скрыть тот факт, что группу темных мастеров преследуют несколько практиков сферы постоянства? Спросил юноша. Лицо старика перекосилось, но прежде, чем он успел что-то сделать, в его ушах раздался громкий вопль. Говори правду, иначе прямо здесь будешь наказан. Сюйцин перепугался, но увидев каким грозным взглядом юноша смотрел на него, не посмел ничего больше скрывать. Старшию, я все расскажу. На самом деле нетемные мастера первыми столкнулись с моим учеником, после чего Нин Ци узнал всю правду. Оказывается, нетемные мастера напали на ученика и после уничтожили секту. На самом деле какой-то проходивший мимо практик попросил помощи у Сюйцина, и в то же время сказал, что за ним охотятся темные мастера. Сюйцин не сомневался в словах незнакомца, так как никто бы просто так не стал выдавать себя за темных мастеров, поэтому решил помочь. Но кто бы знал, что лидер группы предполагаемых темных мастеров окажется настолько сильным, что не только победит его, но и разрушит его секту. Старик был дико зол и решил, что ляжет костьми, но поймает негодяев, но неожиданно его снова остановила группа, которая преследовала тех темных мастеров. В итоге Сюйцин решил использовать их как меч для своего возмездия. Старшию они гнались за теми темными мастерами, но не разрешили мне пойти с ними. Видимо, все это из-за какого-то сокровища, предположил старик. Ясно, но тогда получается, что подозреваемые могут и не быть темными мастерами. Ты это прекрасно знал, но все равно послал сообщение в секту лунного слона. Неужели думал, что сможешь что-то получить с этого? Сухмылкой спросил юноша. Сюйцин поспешно объяснил. Старшию у Верховного Совета есть правило сообщать о всех подозрительных личностях. Вот я и доложил тем, кто был ближе. Но на самом деле он действительно хотел получить хоть что-то с этого. Более того, он не нарушал никаких правил, а значит, и наказывать его было ни за что. Если они правда темные мастера, то я забуду это, но если ты решил использовать раскованных стражей в своих гнусных целях, можешь начинать готовить завещание. Предупредил Нинцы и с молниеносной скоростью помчался на юг, в сторону двух групп. В глазах Сюйцина появился оттенок сожаления, после чего он поспешно полетел следом за Нинцы, надеясь увидеть подтверждение тому, что та первая группа была темными мастерами. Иначе никто не спасет его от гнева раскованного стража. Эй, хватит убегать, отдай сокровище и мы отпустим тебя с твоими учениками. Четыре мастера сферы постоянства окружили группу, где среди четырех напуганных младших, стоял мужчина средних лет. У этого мужчины, чей уровень совершенствования также находился в сфере постоянства, на теле было несколько глубоких ран, которые никак не заживали, так как были нанесены противником равным ему по практике. Это мое сокровище, как вы посмели, будучи людьми известной секты, вести себя как разбойники? Спросил мужчина с помрачневшим лицом. Сокровище принадлежит тем, кто его достоин, мы сильнее тебя, значит оно наше. Ха-ха, пилюля девяти оборотов неба. Отличное сокровище, которое доступно разве что людям из высших сект. Мне вот интересно, где ты ее достал. Я не верю, что ты получил ее от кого-то другого. Сказала женщина в откровенном наряде с ярким макияжем. Кто-то идет, внезапно сказал сильный мужчина с длинным мечом за спиной. В следующее мгновение Нинцы появился рядом с двумя группами. Уважаемые эти пятеро, темные мастера, они украли у нас сокровище, так что прошу вас не мешать нам, сказал мужчина с мечом. Старший, они бессовестные воры, просто решили украсть мою пилюлю и выдумали это дурацкое оправдание своим действием. Если бы мы были темными мастерами, то не посмели бы появиться в регионе зарождения. Мужчина средних лет поспешно закричал в сторону Нинцы. Темные мастера очень хитрые и любят обманывать. Старший, не позволяйте себя одурачить, просто ступайте дальше своей дорогой и не обращайте на это внимания, проговорил мужчина с мечом. Он и его трое товарищей видели, что Нинцы, видимо, не собирался уходить, что им совсем не нравилось. В этот момент появилась еще одна фигура, ей был Суицин. Вы четверо, почему вы до сих пор не отдали дань уважения старшему? Суицин со злорадством рявкнул на четверых людей. Он уже не думал о том, что что-то получит, но был бы рад, чтобы в этом случае все остались с пустыми руками. Старший, четверо в недоумении посмотрели на юношу. Когда я услышал, что вы преследуете темных мастеров, я отправил сообщение в секту лунного слона, а старший, как раз оттуда. Он также раскованный страж, усмехнулся Суицин. После услышанного обе группы посмотрели на Нинцы с сомнением, но быстро скрыли это, чтобы не дай бог не разозлить юношу. Старший, простите, если мы были грубы, но... Женщина с ярким макияжем явно собиралась как-то прояснить ситуацию, но юноша перебил ее. Вы утверждаете, что они темные мастера. Как бы... Мужчина с мечом стал выглядеть нерешительно, но встретившись с растерянными взглядами товарищей, он смирился с ситуацией и кивнул в ответ. У вас есть зеркало-разрушитель теней? Спросил Нинцы. Нет. Покачали они головой со слегка побледневшими лицами. Тогда каким образом вы пришли к выводу, что они темные мастера? Группа переглянулась и решила что-то ответить, но Нинцы обратился к мужчине средних лет, рядом с которым стояли четыре мастера перерождения, одновременно с этим доставая бронзовое зеркало. Это зеркало-разрушитель теней, если вы темные мастера, то ваши лица в нем не отобразятся. Давайте проверим, кто вы есть на самом деле. Если вы действительно окажетесь темными мастерами, вам придется проследовать за мной, но в случае, если вас оклеветали, я помогу проучить ваших обидчиков. Глава 3850. Встаньте на колени и признайте свою ошибку. Слова Нинцы напугали обе стороны, что юноша почувствовал, и прежде чем приземлиться перед группой из пяти человек, он намеренно посмотрел на четверых практиков в постоянство зорким взглядом. Вот, посмотрите в него, юноша поднял зеркало-разрушитель теней и направил его на пятерых человек. Никто из группы не сопротивлялся и не убегал, отчего четверо мастеров постоянства стали чувствовать себя как не в своей тарелке. Поведение пятерых уже доказывало, что они не были темными мастерами, иначе они как минимум попытались бы найти оправдание, чтобы не проходить проверку. Но на самом деле, даже если бы они хотели убежать, у них бы это не получилось, пятеро просто не могли пошевелиться под резко нахлынувшим на них давлением. Оно было настолько сильным, что они не могли даже пошевелить мышцами своего лица, их превратили в застывший камень. Вскоре Нинцы проверил всех пятерых, ни одно из их лиц не появилось в зеркале, что означало, что все пятеро были темными мастерами. Но даже несмотря на это, их лица и глаза ничего не выражали, со стороны они выглядели так, будто были полностью спокойны и расслаблены. На протяжении всего процесса суицины остальные не решались посмотреть есть ли отражение. Они очень сильно боялись как-то обидеть раскованного стража перед собой. После того, как Нинцы закончил проверку, группа мастеров постоянства оказалась разочарована, что все закончилось не в лучшую для них сторону. Старший они суицину было любопытно услышать итог от юноши. Раскованные стражи никак не вмешиваются в честную борьбу за ресурсы, но как у вас язык повернулся солгать, что они темные мастера, и как вам хватило смелости использовать стражей в своих интересах? Как вы думаете, за это есть какое-то наказание или нет? Спросил Нинцы. Что? Мужчина средних лет вместе с четырьмя практиками перерождения был в некотором замешательстве в своем сердце. Их явно раскрыли, но раскованный страж перед ними не собирался их убивать. Если бы не та подавляющая сила, то на лице каждого из них отразилось бы глубокое изумление. Сюицин смущенно улыбнулся. Старший. Вы меня не поняли, я просто слышал, как эти четверо оклеветали группу младших темными мастерами, поэтому сообщил об этом в секту. Лучше уж совершить ошибку, чем пустить ситуацию на самотек. Старший. Видимо, произошло какое-то недоразумение. Группа мастеров постоянства поспешно заговорила. Недоразумение? Думаете, я не знаю, что у вас на уме? Встаньте на колени и признайте свою ошибку, тогда я забуду о случившемся. А Сюицин вместе с группой опешил от требования, на что женщина с ярким макияжем сказала. Старший. Это уже слишком. Мы не сделали. В этот момент из тела Нинцы высвободилась аура императора небес. Хотя это был лишь малый ее след, но для четверых мастеров постоянства она была подобна огромной горе, способной их расплющить. Император небес. Четверо уставились на него с недоверием. Они думали, что перед ними мастер вечности, но его уровень оказался еще выше. В следующее мгновение четверо мастеров, не раздумывая, несколько раз поклонились, открыто признавая свою ошибку. Проваливайте, отмахнулся от них Нинцы. Спасибо, мы уходим. Мастера постоянства поспешно развернулись и ушли. В сердце Сюицина в этот момент бушевал страх, ведь он и представить себе не мог, что секта лунного слона отправит императора небес. Парень-то довольно молодой, неужели кто-то в секте снова достиг уровня императора небес? Он, должно быть, из великого клана. Получается, в секте теперь уже 15 императоров, понятно. После того, как Сюицина и остальные ушли, мужчина средних лет и четверо младших обнаружили, что их тела снова обрели свободу. Старший, вы, мужчина средних лет осторожно шагнул вперед и почтительно поклонился Нинцы. Четверо младших за ним были одновременно шокированы и испытывали любопытство. Тот факт, что перед ними был раскованный страж, но не убил их, заставил их предположить об истинной личности Нинцы. Из какого вы района? Спросил юноша. В глазах мужчины появился след подозрения, даже если старший не убил их сейчас, неизвестно, какие цели он преследует. Он слышал, что раскованные стражи притворялись темными мастерами, из-за этого темный совет понес большие потери. Хотя, с другой стороны, парень уже знает, кто они, поэтому скрыть правду не получится. Выживут они или нет, все придется оставить на волю судьбы. Мы из 47 округа. О, понятно. Вам лучше в этом месте не светиться так сильно, иначе в следующий раз не повезет, а еще лучше покиньте регион зарождения. Договорив, Нинцы мгновенно исчез. Только спустя пару минут мужчина и его младшие посмотрели друг на друга. Один из мастеров перерождения прошептал. Лорд Фан, неужели он из темного совета? Вероятно, Фанха с каменным лицом кивнул, продолжая размышлять о личности Нинцы. Уровень императора небес имеют только старейшины, лишь такие, как они могли бы проникнуть в Верховный Совет. Хорошо, давайте уйдем отсюда, чтобы не подставлять себя и этого старшего, приказал мужчина. Он, как секретарь 47-го района, понимал всю серьезность ситуации. Они не могли позволить себе подставить старейшину совета. Спустя пару минут Нинцы вернулся в секту, где по случайности встретил Линьхуе. Старший брату, ну как прошло, спросил удивленным тоном раскованный страж. Глава 3851. Секрет древних, я разобрался с делом, там одна группа выставила другую, как темных мастеров, чтобы украсть у них духовные сокровища. Я преподал им урок и отпустил, ответил Нинцы. Когда Линьхуе услышал ответ, в его глазах вспыхнул гнев. Да как они посмели так поступить? Но после этого резкого всплеска эмоций парень покачал головой и пробубнил. Хотя темный совет слаб, наш совет очень щепетильно относится к их существованию. Любая зацепка заставляет нас действовать. Иногда даже, если мы знаем, что кто-то намеренно пытается убить кого-то нашими руками, мы идем и проверяем все, чтобы после сделать вывод и завершить дело. Одним словом, работа у нас неспокойная. Нинцы ничего не сказал, лишь улыбнулся. Линьхуе понял, что его товарищ не хочет общаться, поэтому не стал его задерживать и быстро ушел. Вернувшись к себе домой, Нинцы отправился в Царство Бога. Там он достал осколок топора Паньгу, чтобы повнимательнее его рассмотреть. Старший серебряный дракон, вы не спите? Это же фрагмент топора Паньгу? Почему его аура такая странная, совершенно не похожая на артефакт духовного возвышения? Спросил Нинцы, размышляя об этом. Топор Паньгу, артефакт Хаоса. То, что ты нашел фрагмент, очень даже хорошо. Если отдать его артефакту духовного возвышения, сможешь получить как минимум неполноценный артефакт Хаоса. Голос дракона прозвенел в ушах Нинцы. Топор Паньгу, артефакт Хаоса. Нинцы был ошеломлен. Практика Паньгу была Пятого Царства, верно? Как у него мог быть артефакт Хаоса? Все потому что Паньгу перерождался несколько раз, и в самом своем сильном из перерождений пытался достичь Девятого Царства, но, к сожалению, потерпел неудачу и оказался в кругу перерождения. Однако его связь с топором была настолько крепка, что даже перерождению не удалось разлучить его с ним, поэтому артефакт перерождался вместе с ним, ответил Серебряный Дракон. Он пытался достичь сферы Божественного Предка. Нинцы удивился. Выше Императора Небес шло Седьмое Царство. В Царстве Бога его называли Сферой Божества, но какой силой обладал мастер этой сферы юноша пока не понимал. Над Божеством идет Высшее Божество, а еще выше – Божественный Предок, что господствует над всеми практиками в мире. Если дракон не врет, то, получается, в одной из своих жизней Паньгу был Высшим Божеством, легендарным Мастером Восьмого Царства. А тот, кто сражался с Паньгу за статус Божественного Предка, он тоже пал. Они оба проиграли и попали в круг перерождения. Иначе мы бы с тобой, возможно, не существовали, ответил дракон. Старший. В моем родном городе бытовала легенда, что весь мир был создан Паньгу. Это правда или нет? Топор Паньгу имеет подобную силу. Уже в сфере Императора Небес Паньгу мог создать маленький мир, однако сил на создание чего-то похожего на Шень Ло у него не было. Вот оно что. Нинцы стал лучше понимать то, что было в прошлом. Подумав немного, у юноши появился любопытный вопрос. Старший Серебряный Дракон, а сколько лет прошло с того момента, когда Паньгу был на пике своей силы? Ой, это было очень давно, так давно, что я уже почти ничего с того времени не помню. Я лишь хорошо запомнил тот момент, когда Паньгу и его противник попали в круг перерождения. Действующий на то время божественный предок также умер. Что? Разве это не означает, что возраст Паньгу может быть равен божественному предку? В то время во всем мире было в общей сложности 108 высших божеств, и каждый из них находился под контролем божественного предка. Паньгу также был одним из них. Голос Дракона в этот момент стал более эмоциональным. 108 высших божеств? Нинцы изумился этой новости. Он считал царство Бога невероятно сильной областью, ведь у них было 4 высших божества, но по словам Дракона, в прошлом их было еще больше. Старший Серебряный Дракон, вы все так хорошо знаете, получается, вы тоже один из тех высших божеств? Задав вопрос, Нинцы не получил на него ответа, но юноша уже начал смутно догадываться, каким он был. Видимо, Дракон не хотел упоминать о прошлом, а Нинцы не хотел настаивать. Однако, если ранее он мало что знал о прошлой силе Серебряного Дракона, то теперь пришел к выводу, что тот в прошлом был высшим божеством. Посидев немного и поразмыслив о всяком, перед Нинцы внезапно появилась горлянка бессмертных. На ней тут же появились два заспанных глаза, которые начали морщиться из-за дневного света. После пары секунд Сиахолу проснулся и первым делом уставился на фрагмент топора Паньгу с блеском желания. Хаос, это же артефакт Хаоса, прокричал Толстячок. Он тебе полезен? Спросил юноша. Конечно, еще как. Если я поглощу его силу, смогу превысить все ранги и достичь полушага к заветному для всех артефактов духовного возвышения уровню. Это все равно, что одним шагом достичь небес. Сиахолу был так взволнован, что его речь оказалась бессвязной. Ты станешь в худшем случае неполноценным артефактом Хаоса, улыбнулся Нинцы, но затем спросил. Вот только, назови мне хоть одну причину, почему я должен отдавать его тебе. Думаю, если соединить фрагмент с демоническим чайником, его шансы стать артефактом Хаоса намного больше, чем у тебя. Сиахолу внезапно почувствовал, словно его окатили ледяной водой. Он тупо уставился на Нинцы, а затем на его глазах появились слезы. Он смотрел на юношу таким жалким, щенячьим взглядом и еле сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. Эх, ладно, раз ты мой первый артефакт духовного возвышения, я дам тебе шанс. Нинцы улыбнулся и бросил толстячку фрагмент. Сиахолу быстро разинул рот и проглотил фрагмент с довольным видом. Нинцы выбрал его не просто так. На это было несколько причин. Во-первых, Сиахолу был создан его прошлой жизнью. Во-вторых, у него была душа артефакта, чего не было у демонического чайника, который, к тому же, принадлежал расе монстров, и не факт, что он захочет подчиняться ему, после того, как станет артефактом Хаоса. Глава 3852 Артефакт Хаоса после того, как Сиахолу съел осколок топора. Вскоре он погрузился в сон, но время от времени из него исходили крайне неустойчивые колебания энергии. Нинцы окружил артефакт парой слоев защитной формации, чтобы аура трансформации артефакта не навредила Джаэру и Цзоши, а затем принялся использовать технику девяти адских кругов закалки. С помощью этой техники и под воздействием фрагмента топора, ранги артефакта начали постепенно повышаться, сначала четвертый, затем пятый, шестой, седьмой и восьмой. Девятым рангом Сиахолу обзавелся тоже достаточно быстро, но вот дальше прогресс стал мизерным. Несколько месяцев спустя, с большой помощью Нинцы Аура Сиахолу, наконец, преодолела предел девятого ранга и достигла уровня артефакта Хаоса. С переходом в совершенно другой вид артефакта, горлянка бессмертных претерпела внешние изменения. Она стала на порядок больше, а также, в отличие от прежнего золотого цвета, теперь была ярко-красной, будто облитая кровью. Спустя еще несколько мгновений горлянка внезапно разделилась на две части, двоих толстячков. Один был одет в красный халатик, а другой в белый. У толстячка в красном была счастливая улыбка, в то время как толстячок в белом выглядел спокойным и более зрелым. Босс, нам удалось стать артефактом Хаоса, сказал толстячок в красном. Затем, не дожидаясь ответа юноши, он высвободил из своего тела силу Хаоса. Эта сила была одной из древнейших в мире, а также самая грубая. Живому человеку едва ли удастся ее практиковать. Хаос представлял собой начало и конец всего. Более того, он не однороден, а является слиянием бесчисленных сил, которые меняются в зависимости от среды. Подобная сила подвластна разве что не живым объектам. Что касается конкретного уровня разделения артефактов подобного класса, то никакой классификации не было, потому что все зависело от количества силы Хаоса. Чем ее больше, тем сильнее артефакт, все логично. Что ты делаешь? Рассмеялся Нинцы. Толстячком в красном, очевидно, был Сиахулу, а вот толстячок в белом, это Сиабай. Услышав вопрос юноши, Сиахулу с гордостью взглянул на Сиабая. Брат Бай, давай поможем боссу убить пару-тройку императоров небес. Хорошо, кивнул Сиабай. Успокойтесь, а то погляди как разгорячились. Сила императоров вам не подвластна, так что лишний раз не зарекайтесь на них, усмехнулся юноша. Сиахулу забеспокоился, что Нинцы продолжал недооценивать их силу. Он хотел что-то сказать, но мгновенно исчез, а появился уже во внутреннем мире юноши. Убрав горлянку бессмертных, юноша покинул царство Бога, возвращаясь в секту. Теперь, в отличие от того времени, когда он только прибыл в секту, его сила стала в разы больше. Обычные императоры небес первого и второго ранга для него стали пустышками. Осталось подождать еще 10 лет, думаю, мне стоит передать заработанные деньги всем, кто просил меня о помощи в темном совете. На этот раз юноша хотел вернуться в совет намеренно. Помимо выполнения своего обещания, была еще одна причина, а именно, его достижение сферы императора небес. Темный совет должен понять, что больше не стоит его недооценивать. Возможно, мне даже удастся встретиться со старейшинами, подумал юноша. Во дворе Нинцы вышел из комнаты и увидел Джаолы. Я вернусь в регион границы. Если что-то случится, либо дождитесь меня, либо идите к заместителю секты Юнь. Хорошо, старший брат попрощавшись, Нинцы покинул секту и полетел к формации в регион границы. Вскоре после его ухода Налан Мин пришел во внешний регион и остановился перед домом. Брат Лю, сказал Налан Мин. Через некоторое время дверь дома отворилась, и за ней показался Лю Муцин. Когда он увидел Налан Мина и его форму внутреннего ученика, холодно спросил. Старшему брату что-то нужно? Меня зовут Налан Мин, а ты Лю Муцин, верно? Тебе не нужно меня остерегаться, потому что у нас есть общий враг, улыбнулся юноша. Общий враг? Лю Муцин был слегка удивлен, но затем в его сознании появилось ненавистное лицо. Я слышал о тебе, недавно ты столкнулся с ним, сказал Налан Мин, желая прощупать почву. Хотя он теперь внешний ученик, его практика никуда не исчезла, поэтому даже перед Лю Муцином он вел себя как старший. Сила Уиня нам с тобою не подвластна. Более того, его теперь поддерживает заместитель Юнь. Зная это, ты все равно пришел ко мне и хочешь что-то сделать? Спросил Лю Муцин, приподняв брови. В секте лунного слона мы никак с ним не справимся, но что, если он покинет секту и окажется в регионе границы? С этими словами Налит Синалан Мина заиграла улыбка. Как только Лю Муцин его услышал, он тут же прошептал. Каков план? Глава 3853. Возвращение в царство бога, он уже покинул секту и направился в регион границы. Я знаю, ты родом оттуда и являешься главным учеником секты Черного Вихря, одной из 13 сект первого ранга. Если ты сможешь попросить своего мастера о помощи, то раздавить какого-то практика сферы вечности ему будет как два пальца об алхимическую печь, ухмыльнулся Налан Мин. Лю Муцин резко задрожал, но это был не страх, а волнение, он не ожидал, что так скоро найдет возможность отомстить. Вот только. Налан Мин, ты хочешь убить его? Он теперь раскованный страж, его приняла заместитель Юнь. Убийство стража карается смертью. Не слишком ли ты многого хочешь от меня, а сам при этом ничего не ставишь на кон? Заявил Лю Муцин. Ну и что, что он раскованный страж? Допустим, он отправился в регион границы, а там его принял темный совет, вот и все. Разве стражи не погибают как мухи от нападений совета? Возразил Налан Мин. Ладно, я подумаю, пока можешь идти, ответил Лю Муцин, махнув на собеседника рукой. Старший брат Лю, не теряй такую возможность. Взамен на твою помощь, я помогу тебе связаться с теми, кто отправится в царство Бога. Ты сможешь попросить у них купить тебе каких-нибудь сокровищ, если, конечно, у тебя достаточно камней духовной сущности, предложил Налан Мин. Серьезно, Лю Муцин был мастером Пятого Царства, а для них алхимия Шень Ло была либо бесполезна, либо очень дорогая, но не особо эффективная. Если он сможет что-то приобрести в царстве Бога, допустим, пилюлю девяти оборотов неба, его уровень практики и закалка золотого тела сделают большой шаг вперед. Слова пусты без доказательств. Давай заключим с тобой договор, так мы оба получим гарантии, что каждая из сторон сдержит свое обещание, предложил Лю Муцин. Хочешь получить расписку? Налан Мин посмотрел на мужчину несколько задумчиво и спустя пару мгновений ответил. Старший брат Лю осмотрителен. Неудивительно, что тебя заметил Верховный Совет и предложил стать раскованным стражем. Думаю, если все пройдет хорошо, в ближайшем будущем ты станешь очень известным. Хватит мне зубы заговаривать, ты согласен или нет? Согласен. После Лю Муцин спровадил Налан Мина, получив от него расписку, а сам поспешно покинул секту и устремился к региону границы. Город Тунтянь. В прошлом Нинцы пришлось долго добираться от района формации перемещения до секты Лунного Слона, но теперь это заняло всего три коротких дня. После перемещения в город Тунтянь, юноша собрал в себя всю ауру и направился к своей компании Восходящего Дракона. В это время Фулян принимал покупателей, которые щедро продавали ненужные им ресурсы. Нинцы приказал ему закупать все по списку, а так как в Шень Ло эти ресурсы были ненужными, народ радостно продавал их, чтобы получить хоть какую-то выручку. Для юноши же это было очень выгодно, ведь как только он займется торговлей в Царстве Бога, то сможет получить в 10 раз больше денег с продажи всего этого хлама, а может даже больше. Рад нашему сотрудничеству. Брат Ма, не забудь, если будет товар, приходи ко мне, не стесняйся. Брат Фу, не волнуйся, ваша компания единственная, кто покупает эти товары. По правде говоря, я тебе сильно завидую, тебе удалось стать частью такой таинственной и сильной компании. Если сможешь подняться в будущем, не забывай о нас. Конечно, конечно, даже если меня повысит, никого не забуду. Улыбка на лице Фулина стала еще ярче. Проводив гостей, Фулян начал убирать купленный товар, но со стороны услышал, как кто-то вошел в здание. Не оборачиваясь, юноша спросил у вошедшего. Дорогой гость, моя компания покупает определенный товар, могу я узнать, что вы собираетесь продать нам? Сколько ты смог купить за время моего отсутствия? Спросил Нинцы. Когда Фулян услышал голос, то тут же развернулся и быстро подошел к юноше. Господин, я рад вас видеть в добром здравии. Я тоже тебе рад, но что там насчет моего вопроса? Кивнул юноша. Час спустя Фулян закончил доклад Нинцы о своих успехах. Он передал всю отчетность о товаре и расходах, вся она была детальной и четкой. Нинцы похвалил парня за старания, пускай не все идеально, но для первого раза достаточно неплохо. Хорошо, теперь мы с тобой изменим процесс торговли. Объяви, что собираешься провести закупку большого количества товаров, а еще повысь цену на все на 10%, но добавь к этому то, что торговать мы будем только с торговыми компаниями. Также, не забудь сказать, что сделка состоится через 5 лет, сказал Нинцы. Фулян слегка запутался от столь странного указа юноши, но после того, как он ему все объяснил, парень наконец понял зачем все это. Вы хотите, чтобы торговые компании работали за нас, а мы просто будем покупать у них товар и все? Это сэкономит нам очень много сил и времени. Воскликнул удивленный Фулян. В течение последних лет он то и дело привлекал в компанию людей, чтобы те продали товар, который ему был необходим. Конечно, торговля шла неплохо, но на это он тратил уйму времени и сил. В конце концов, это все равно было малоэффективно. Но если мы поднимем цену, то потеряем деньги. 10% это ничто, нам необходимо повысить скорость получения ресурсов, тогда у нас появится постоянный денежный поток. Что насчет твоей зарплаты, как ты проявишь себя в переговорах с другими компаниями, столько и сможешь взять себе, улыбнулся Нинцы. Господин, я все понял, кивнул Фулян. Тогда ступай, а, и заодно пригласи Ханьвэя. Фулян послушно кивнул. Старший Хань часто присматривал за компанией, я его сейчас же приглашу. Через некоторое время Ханьвэй пришел в компанию. Увидев юношу, его глаза загорелись предвкушением. Брату, ты купил сердце Целиня? Да, кивнул юноша, достал плод и бросил его парню. У него была сделка, которую Нинцы должен был выполнить, ведь иначе он бы не узнал об открытии руин гробницы. Поймав плод, Ханьвэй замер на пару мгновений, а затем на его лице отразилось возбуждение. Глава 3854 Джейн Лин ранен, хотя плод сердца Целиня был редким, информация о нем была общедоступна, поэтому Ханьвэй с первого взгляда определил, что у него в руке подлинный фрукт, а у ру которого было тяжело сымитировать. Брату, я даже не знаю, как отплатить тебе за твою помощь, сказал Ханьвэй, убирая плод в пространственное кольцо. «Отплатить? Мы же с тобой договорились, но теперь в расчете», — ответил юноша. Фулян был ошарашен, что его глава был таким щедрым, ведь плод сердца Целиня явно не стоил головы одного практика сферы перерождения. Даже Верховному Совету получить такой вид ресурса было очень тяжело. Но из слов Нинцы было ясно, что для него это казалось пустяковым делом. Фулян после услышанного вновь переосмыслил могущество человека, на которого работал. «В любом случае, я понимаю ценность этого плода и той твоей просьбы, поэтому, если что-то понадобится, только попроси». Ханьвэй еще раз поблагодарил юношу, прежде чем покинуть компанию. После того, как парень ушел, Нинцы обратился к Фулену. «Тебя беспокоила компания Северного Дракона из-за произошедшего с Джачи Ним?» «Ну, я слышал, что после его смерти Литая и Мин ходили к лорду города Тунтянь, но он проигнорировал их просьбу, потому что наша компания имеет сильных покровителей». В итоге никто больше не пытался поднимать разговор об этом. Нинцы медленно кивнул, затем проинструктировал Фулина, чтобы он как можно раньше распространил новости насчет закупки ресурсов, а сам покинул город. Пятый регион Темного Совета. Лорд Джейн Лин, как старейшина мог пойти на такое, почему он поднял на вас руку? Неужели никто не попытался его остановить? Цзюкунь стоял перед стариком с сердитым выражением лица. Сам Джейн Лин выглядел бледным и болезненным, его аура постоянно колебалась, словно что-то не переставая влияло на нее. Ходят слухи, что тот старейшина, потомок старейшины Лю Шуя, а сам старейшина Лю – один из сильнейших среди старейшин, поэтому никто другой не заступился за меня, ответил Джейн Лин с горькой улыбкой на лице, и спустя небольшую паузу продолжил. Меня просто удивило то, с каким требованием он подошел ко мне. Он хотел, чтобы я убедил Нин Ци отказаться от 50% дохода компании восходящего дракона в царстве Бога ради своих собственных эгоистичных интересов. Он поднял на вас руку, потому что вы отказались? Неужели он не боится, что после такого Нин Ци откажется вообще помогать совету? Цзюкунь не понимал логики того старейшины. Нин Ци остается темным мастером, и всегда им будет, он не сможет покинуть совет, ведь тогда не сможет больше жить в Шэнь Ло, ответил старик и сразу добавил, дай Нин Ци не сможет заступиться за меня, разрыв между сферой Вечности и Императором Небес слишком велик. Тогда присутствовал также Ци, он пытался остановить старейшину и в итоге тоже был серьезно ранен, но нам двоим повезло, ведь атаковал тот старший лишь своей аурой, иначе мы бы оба были мертвы. Затем появилась небольшая пауза, Чжэнь Лин перевел дух и высказал свои мысли. На самом деле все старейшины сейчас как на иголках из-за Нин Ци, ведь если он решит покинуть темный совет, мы потеряем единственный доступ к царству Бога. Цзюкунь был озадачен, почему старейшины сами не знают чего хотят, один нападает на Чжэнь Лина, другие молчат, остальные пытаются заручиться помощью Нин Ци и боятся его потерять. От полученной травмы старик сможет восстановиться только разве что через несколько тысяч лет, но это было довольно большим сроком для мастера преклонного возраста. В это время Нин Ци вернулся в пятый регион, но сначала пошел не к Чжэнь Лину, а к Цзю Лин, чтобы передать ей выручку клана Цзы, которую обещал ранее. Однако юноша удивился, что в доме Цзю Лин увидел верховного старейшину ее семьи, который первым его встретил. Старший Нин, старик посмотрел на Цзю Лин, а затем поздоровался с Нин Ци, смотря на него с оттенком надежды. Вот обещанная выручка, можете пересчитать. Юноша бросил старику кольцо. Старик осмотрел божественным восприятием пространства кольца и, когда закончил, на его лице загорелась радость. Юноше удалось увеличить состояние его семьи за столь короткий период времени, что для клана Цзы было неслыханным. Возможно, он заработал даже больше, ведь большую часть выручки он забрал себе. Подумал про себя старик, а затем ему на ум пришла одна мысль, и он спросил, старший Нин, можем ли мы продолжить наше плодотворное сотрудничество? Сможете ли вы из этих 6 миллиардов сделать 12? Цзы Лин слегка нахмурилась. Дедушка, ты слишком жадный. Я все это делаю ради семьи, Цзы Лин, то прошлое недоразумение, случившееся с тобой, я обещаю разрешить его, ты сможешь вернуться и даже стать новой главой, предложил старик. Вы слишком размечтались, предлагаете сначала из 6 миллиардов сделать 12, а затем 24 и так далее? Вам не кажется, что это было бы слишком просто? С насмешкой спросил юноша. Старик хотел было что-то сказать, но почувствовал нарастающую холодную ауру. Понимая, что разговор на этом закончен, он смущенно попрощался и ушел. После его ухода Цзы Лин извинилась перед юношей. Прости мою семью за это. Ладно, зато теперь ты больше ничем не обязана своей семье, отныне ты полностью свободна, улыбнулся Нин Ци. Цзы Лин также слабо улыбнулась, а в сердце почувствовала небольшое волнение. Не так давно она привела его в темный совет, но девушка и представить себе не могла, что наступит день и он поможет ей разобраться с семьей. Кстати, ты ведь еще не ходил к лорду Джейн? Я слышала, что его недавно кто-то ранил в штабе. Цзы Лин внезапно вспомнила об этом и поспешно рассказала юноше. Глава 3855. Старейшина Пуло. Лорд Джейн Лин ранен. Нин Ци удивился, а затем нахмурился, задаваясь вопросом, каким образом это могло произойти. Об этом почти никто не знает, потому что старший не хочет, чтобы слухи распространились, но я была тогда в штабе и мне удалось краем уха услышать о случившемся, но конкретика мне неизвестна. Ясно, тогда я пойду и посмотрю, что там случилось, сказал юноша. Хорошо, кивнула Цзы Лин, моргнув, а затем обнаружила, что Нин Ци уже исчез. Девушка протяжно вздохнула, удивляясь тому, насколько быстро юноша перегнал ее по практике. В прошлом он просил ее о помощи и она могла убить его одной левой, но теперь между ними гигантская пропасть. Пхе. Джейн Лин сидел у себя в кабинете и медитировал, стараясь залечить свои раны, но в итоге задел ауру, которая осталась в его теле от старейшины. Она была похожа на острый меч, наставленный на его горло и мешающий сделать шаг вперед. Цзюкунь в это время стоял у двери, он очень сильно беспокоился о здоровье старика, и когда услышал в кабинете шум, поспешно вбежал внутрь. Лорд Джейн, вы в порядке? Спросил Цзюкунь с обеспокоенным видом. Бывало и похуже, улыбнулся старик. Я не припомню, что бы было хуже. Каждый раз, когда вы пытаетесь восстановиться, остаточная энергия мешает вам и снова открывает рану. Вам нужно прождать не менее тысячи лет до тех пор, пока эта аура рассеется, чтобы после восстановить себя. В этот момент позади Джейн Лина раздался голос Нинцы. Не дожидаясь пока Цзюкунь и старик среагируют на его появление, юноша приложил ладонь к спине Джейн Лина и мгновенно выбросил из его тела всю чужеродную энергию. Сразу после этого он использовал свою энергию, чтобы излечить старика от ран. Мои раны зажили, Джейн Лин не успел даже удивиться, как вернулся в то состояние, которое у него было до ранения. Цзюкунь уставился на юношу в шоке. Раны старика оставил император небес, так как юноша смог помочь секретарю восстановиться. Лорд Джейн Лин, кто оставил вам эту рану? Спросил Нинцы. Лицо старика менялось в цвете несколько раз, прежде чем он ответил. Я случайно был ранен в поединке. Цзюкунь хотел было опровергнуть это, но остановился. Кстати, как ты залечил мои раны? Подобное с твоей силой едва ли можно было вылечить так быстро. Джейн Лин рассматривал юношу любопытным взглядом. Старший, ваша рана точно осталась после поединка? Я впервые вижу такого отважного мастера Пятого Царства, решившего сразиться с императором небес. Даже у меня такой смелости никогда не было, съязвил Нинцы. Откуда ты знаешь, что Джейн Лин замер? Если он знает, что его раны оставлены императором небес, то и вылечить их мог только практик этой сферы. Брат Нин, старший Джейн, получил эти раны от старейшины Пулу. Он попросил у старшего, чтобы тот надавил на тебя и потребовал отказаться от доли сторгов в компании восходящего дракона. Лорд Джейн отказался и вместе с генеральным секретарем ЦИ, который пытался смягчить ситуацию, был ранен старейшиной Пулу. Цзюкунь выложил всю правду. Хотя Джейн Лин уже был полностью здоров, в его сердце еще остался след гнева на старейшину Пулу. Старейшина Пулу? Мне кажется, я о нем никогда раньше не слышал, кто он и откуда, спросил юноша. Джейн Лин догадывался, что все так случится. Сперва он бросил сердитый взгляд на Цзюкуня, а после с глубоким вздохом ответил. Он ранил меня по своей глупости, но хотя бы ты не будь импульсивным, иначе в этот раз не сможешь покинуть темный совет. Лорд Джейн, вы прекрасно знаете мой характер, рассмеялся юноша. На лице старика появилась горькая улыбка. Он-то как раз этого и боялся, но понимал, что сказанного уже не вернуть, поэтому ответил на вопрос юноши. Старейшина Пулу из морской расы и считается одним из молодых старейшин. Раз он молодой, то, видимо, не особо силен, спросил Нин Ци. По сути, да, ответил старик, но лишь после осознал всю суть вопроса юноша и удивился этому. Почему он говорит так, будто император небес может быть слабым? Лорд Джейн, вам повезло, что я вернулся сюда в это время, иначе вам пришлось бы долго мучиться. Я являюсь генеральным секретарем темного совета в Царстве Бога, поэтому не могу закрыть глаза на случившееся. Ведь что будет, если в будущем кто-то захочет, допустим, убить вас, высказал свое мнение юноша. Неужели ты хочешь пойти против старейшин, да ты хоть знаешь, что тебе тогда не жить, встревоженно сказал старик. Цзюкунь, напротив, был согласен с юношей, ведь для чего существует их совет и порядки, если старейшина может просто подойти или навредить любому из них? Чем их совет тогда отличается от обычной секты во внешнем мире? Лорд Джейн, я тоже император небес и не боюсь никаких старейшин пулу. Я знаю, что ты император небес, но подожди, что тоже император небес? Джейн Лин вытаращил глаза на Нин Ци, как только осознал, что сказал юноша. Брат Нин, ты совершил прорыв? Цзюкунь сомневался в этом, ведь юноша только недавно достиг сферы вечности. Как он так быстро прорвался в шестое царство? Хотя, даже если бы я не достиг императора небес, все равно не оставил бы это дело без внимания. Я хочу посмотреть на того, кто пытался выставить мне условия и вовлек в это близких мне людей. С этими словами выражение лица Нин Ци стало предельно серьезным и злобным. А в следующее мгновение юноша схватил Джейн Линя и Цзюкуня своей силой и вошел в поток времени, направляясь к штабу Темного Совета. Глава 3856. Подавляющая сила Джейн Лин и Цзюкунь испытывали чувства, словно их тела не принадлежали им, они не могли пошевелить даже пальцем. Через пару мгновений все трое вышли из временного потока и вошли в штаб Совета. В тот же момент Аура Нин Ци, принадлежащая Императору Небес, беззастенчиво высвободилась наружу. Глаза бесчисленных темных мастеров резко изменились, когда они посмотрели на троих прибывших людей. Он. Вскоре перед юношей появились двое знакомых, Сюи Ци и Энчжинь. Брат Нин, ты? Сюи Ци был ошеломлен. Он испытывал давление от юноши, сравнимое с тем, когда он стоял перед старейшиной Совета, но такие мастера обычно редко появлялись, поэтому мужчина не был уверен на все сто в своем предположении. Здание штаба. Ци, залечивающий свои раны, внезапно встал и вышел из комнаты с серьезным выражением лица. Мгновением после он появился рядом с Сюи Ци и другими. Помимо него в этом месте стали появляться остальные высокопоставленные мастера, такие как Тудо. Поскольку Нин Ци продолжал распространять ауру, здесь собиралось все больше и больше темных мастеров. Приходя сюда, их лица приобретали потрясенный вид. Разве это не брат Нин? Его аура стала еще сильнее, чем была в прошлый раз. Сунь Шу и другие случайно оказались в штабе. Когда они почувствовали ауру товарища, все трое изумились и им показалось это чем-то невероятным. Хотя им не приходилось видеть императора Небес лицом к лицу, но только дурак не догадался бы. Настолько аура Нин Ци отличалась от мастеров Пятого Царства. Брат Нин достиг сферы императора Небес. С оттенком восхищения и радости объявил Цзюкунь, что стоял позади Нин Ци. Байсюань, ты, Ци, был в шоке. Генеральный секретарь, вы ранены, я помогу вам. Юноша слегка взмахнул рукой и сила императора Небес мгновенно вылечила все раны в теле мужчины. Байсюань, ты успешно достиг шестого царства? Ци, конечно же, заметил, что его раны зажили в мгновение ока. Да, улыбнулся Нин Ци, недавно прорвался. Все собравшиеся испытывали непомерный шок, но в сердцах были в восторге, ведь темный совет получил еще одного императора Небес, а это значит, в один прекрасный день им больше не придется беспокоиться о Верховном Совете. Какой высокомерной выскочка, внезапно над головами людей раздался надменный голос. В то же время с неба появилась аура, очень похожая на Нин Ци, которая пыталась надавить на юношу. Ци и другие слегка притихли, но прежде, чем кто-то успел сказать что-то еще, юноша поднял взгляд в небо и резко ударил кулаком по пустоте. В следующий момент из пустоты выпала фигура и грохнулась на землю. Как фигура в ужасе схватилась за грудь, встала и уставилась на Нин Ци, ее глаза выражали шок и озадаченность. Он был императором Небес уже давно, но его ранил парень, который только достиг этой сферы. Своими императорскими штучками будешь кичиться перед младшими, но ты посмел выступить против меня. Неужели ты думаешь, что старейшина Люшуй спасет тебя от всего на свете, старейшина Пулу? Спросил Нин Ци. Старейшина Пулу? Это старейшина? Все сразу же посмотрели на фигуру и увидели на его щеках что-то похожее на рыбьи жабры. Очевидно, он был выходцем морской расы, но они еще ни разу не видели такого старейшину. Только Ци и другие старшие имели подобную возможность. Это легендарный второй старейшина морской расы? Он оказался слабее генерального секретаря Нин. Теперь его уже нельзя так называть, его стоит звать старейшиной Нин. Верно, я просто что-то позабыл об этом. А это правда старейшина Пулу? Я помню, он когда-то был генеральным старейшиной. Один раз мне довелось с ним встретиться. Среди толпы несколько пожилых темных мастеров узнали Пулу, но они задавались вопросом, как такой как он был побежден одним ударом младшего. Нин Байсюань, как ты смеешь? Пулу холодно уставился на Нин Ци. Его дыхание было несколько сбито, поэтому он запинался. Однако он не обращал на это внимания, его больше заботило то, что юноша выставил его дураком на глазах у целой толпы. Ха-ха, потому что могу. Усмехнулся Нин Ци, а затем его зрачки мгновенно стали походить на два звездных вихря, привнося ощущение чего-то мистического. Что это за сила? Сердито закричал Пулу и высвободил свою силу императора, желая победить вражескую, но был вновь потрясен, потому что когда его сила соприкоснулась с энергией юноши, ее моментально растворило. Вскоре присутствующие увидели, как аура Пулу начала безостановочно уменьшаться, это шокировало всех в округе. Хватит. Внезапно перед всеми появилась еще одна фигура и взмахом руки разняла двух сражающихся. Когда Пулу пришел в себя и взглянул на фигуру, он поспешно поклонился. Пулу приветствует предка. А, так это старейшина Люшуй, улыбнулся Нин Ци. За короткий промежуток времени ты достиг императора небес. Я недооценил твой талант. Теперь ты имеешь право стать старейшиной, а что насчет Пулу, то я разберусь с этим, высказался Люшуй. Когда Пулу услышал своего предка, он посмотрел на него с недоверием, словно пытался понять, что с ним сделает его старший. Глава 3857. Покровитель, и когда мне ждать результатов, рассмеялся Нин Ци. Бэйсюань, успокойся, старейшина Люшуй разберется с этим, сказал Джейн Лин через звуковое послание. Голос старейшины Люшуй стал более холодным. Я же сказал, что разберусь с этим, значит разберусь. Я не собираюсь ждать, чтобы потом вернуться и снова застать тот факт, что старейшина решил атаковать секретаря Джейн Лина, пытаясь пригрозить мне, чтобы я отказался от своей доли в компании восходящего дракона. Он хотел присвоить все себе, я правильно понимаю? Мы точно все еще темный совет, или кучка бандитов, нацеленных не на победу над верховным советом, а на личное обогащение. Я слышал, старейшина Пулу раньше был генеральным секретарем. Мне остается только задаваться вопросом, насколько его действия тогда были компетентны, потому что сейчас я вижу лишь бездаря, недостойного быть старейшиной, высказался Нин Ци. Все вокруг удивились тому, что старейшина Пулу напал на Джейн Лина. Для всех старейшины были объектом почитания и уважения, многие стремились стать такими, как они. Более того, их совет был так сплочен, именно потому что все придерживались строгих правил, а старейшины контролировали этот процесс. Еще никогда никто не слышал, чтобы какой-то старейшина не по делу напал на младшего. Если уж высшие чины темного совета стали походить на обычных старейшин во внешнем мире, то рано или поздно совет развалится. Достаточно, закричал Лю Шуй, и его сильная аура устремилась прямо к Нин Ци. Девять внутренних врат. В этот момент аура юноши увеличилась в сотни раз, с помощью чего он остановил атаку старейшины. Предок он просто чертов выскочка. Он только достиг императора небес, а уже посмел поднять руку на старейшины и указывать им, что делать. Неблагодарный мальчишка, который позабыл о тех, кто его защищал, пока он не достиг шестого царства, сказал Пулу. Его голос разнесся по всему штабу темного совета. Когда Нин Ци услышал его, тут же громко рассмеялся. Когда я впервые прибыл в темный совет, лорд Джеймлин позаботился обо мне и помог достичь сферы кармы. Многие об этом знают, но ты все равно посмел поднять на него руку. Неужели ты, прожив столько лет, не догадался, что за этим последует? После сказанного юноша посмотрел на Люшуя. Эту проблему можно решить только сегодня, иначе сколько бы вы меня не били, при моей скорости практики в скором будущем даже вам не хватит сил победить меня, тогда я спрошу с вас обоих за произошедшие. Вот только тогда уже не будет никого, кто сможет защитить вас. Когда заявление юноши прозвучало, все слегка побледнели. Джеймлин нервничал, а Цзюкунь, напротив, слегка покраснел, потому что его кровь кипела боевым настроем. Он поддерживал решение Нин Ци и то, что юноша хотел сделать. Я не ожидал, что этот мальчишка будет так его защищать. Пробубнил Ци. Туда с другими мастерами Вечности переглянулись, а затем продолжили смотреть на юношу, удивляясь его смелости. Предок, он слишком высокомерный, воскликнул Пуло, если от него не избавиться, то он разрушит весь темный совет. Однако Люшуй колебался, размышляя о том, что сказал Нин Ци. Спустя пару секунд в пустоте появилось еще несколько фигур. Все они были старейшинами, но как только они появились, Пуло отбросил свое свирепое поведение и стал выглядеть так, будто его обидели самым жестоким образом. Люшуй, я уже говорил тебе, что Пуло превысил свои полномочия, нехорошо это оставлять безнаказанным. Нужно разрешить это дело для Бэйсюэня. Теперь он император небесы, по сути, может считаться таким же, как мы. Если ты решишь напасть на него, то старейшина Тун Тян этого так не оставит. Последний голос был Нин Ци очень знаком. Им был старейшина Сириус, что планировал взять его в ученики. И что вы предлагаете, спросил Люшуй. Пусть сразится с Бэйсюэнем, тот, кто проиграет, принесет свои извинения, ответил Сириус. Многие посчитали это верным решением, ведь это было довольно просто. У кого больше кулак, тот и прав. Однако Пуло этому явно был не рад, ведь он чувствовал свою слабость перед Нин Ци. Хорошо, пусть сразятся, Пуло, я одолжу тебе артефакт Хаоса, сказал Люшуй, а затем взмахнул рукой и перед ним появилась голубая бусина, похожая на драгоценный камень. Она подлетела к Пуло и застыла, в то же время из нее вырвалась невероятно разрушительная аура. Это была сила Хаоса. Глаза Пуло загорелись, он тут же схватил бусину и с насмешкой посмотрел на юношу. Ну, давай сражаться, не забудь потом, когда проиграешь, извиниться. Старейшина Люшуй, разве это честно? Бэйсюэнь только что достиг Императора Небес, очевидно, что у него нет артефакта Хаоса. Разве их бой в таком случае будет справедливым? А чем вы? Я его предок, даю ему пользоваться своим происхождением. Если вы готовы одолжить свои артефакты Хаоса, я не буду этому мешать, равнодушно возразил Люшуй. Не нужно, прежде чем кто-то успел ответить. Нинцы прервал всех и достал алую горлянку бессмертных, из которой исходила аура Хаоса. Артефакт Хаоса Пуло был ошеломлен. Он провел столько лет в сфере Императора Небес, но так и не обзавелся личным артефактом Хаоса, а у этого мальчишки он уже есть. Старейшина Люшуй и остальные тоже были крайне удивлены. Глава 3858. Разрушенная репутация, аура его артефакта довольно особенная, она вовсе не слабая. Она очень похожа на мой рассекающий пустоту хлыст. Но ты формировал этот артефакт так много лет, каждый год насыщая его своей кровью и силой Императора Небес, а он только достиг Императора Небес, верно? Где он получил этот артефакт? Старейшины продолжали задаваться вопросами. Очевидно, они были удивлены прогрессом юноша и его артефактом. Невозможно. В глазах Пуло засияла сильная зависть. Цей заметил это и слабо покачал головой. Когда Пуло был генеральным секретарем, то не вел себя так паршиво. Старейшина Пуло, мы можем начинать? Спросил Нин Ци. Взрыв жемчужины воды. Закричал Пуло, и голубая жемчужина в его руках мгновенно вспыхнула ослепительным светом. В следующий момент Нин Ци почувствовал сильное давление, что пыталось прижать его к земле все сильнее и сильнее. Руби. Холодно воскликнул юноша. Горлянка бессмертных вспыхнула белым светом и на молниеносной скорости устремилась к Пуло. Прежде, чем старейшина успел среагировать, на его шее появилась красная линия. Энергия внутри его тела начала быстро угасать, а контроль над жемчужиной ухудшаться, что почти сразу освободило Нин Ци от давления. Черт, Лю Шуй мгновенно появился перед младшим, сначала он убрал артефакт, а затем одной рукой схватился за шею Пуло, а вторую положил ему на спину. Предок, что случилось? Спросил удивленный Пуло. Он сражался с Нин Ци, но почему предок так внезапно вмешался? Разве это не нарушение правил? Да он тебе голову отрубил. Крикнул Лю Шуй. Что? Голову? Пуло в ужасе прикоснулся к шее, а затем увидел на руке кровь, но Лю Шуй успел помочь ему восстановиться, убрав из тела всю хаотичную энергию. Если бы его предок не поспешил, то Пуло наверняка бы умер. Император Небес также мог восстановить свое тело через дворец небожителей, вот только оно будет намного слабее. Тело станет как у смертного, без золотой закалки. По этой причине императоры Небес старались не сражаться с противником, если не были уверены в своей победе. Этот артефакт хаоса настолько мощный, что даже сила жемчужины не смогла подавить его. Пуло уставился на Нин Ци с бледным лицом. Пускай сражение длилось всего ничего, но он понял, что был побежден, а так как все происходило на глазах у многих, мужчина догадывался, насколько низко упадет его репутация. А самое главное, что он мог умереть от рук юноша и даже не заметить этого. Для него, Императора Небес, подобная смерть была слишком унизительна. Старейшина Пуло проиграл. Старейшина Нин невероятно силен. Он только достиг Шестого Царства, а уже может побеждать Старейшина одним ударом. По-моему, подобная сила есть только у Императора в третьей стадии, верно? Может быть даже четвертой. Толпа продолжала удивляться происходящему. Джейн Лин и Цзюкунь также не ожидали, что Нинцы сможет настолько легко победить Пуло. Наконец-то они поняли, что смогли вырастить в своем регионе стоящего мастера. Брат Нин умеет удивить. Сунь-Шу и остальные были в восторге. Чем он сильнее, тем, возможно, проще будет им в будущем, ведь они были его первыми друзьями. Его артефакт в разы сильнее жемчужины воды. Несколько старейшин одновременно пришли к этому мнению. Старейшина Люшуй, почему вы вмешались в бой? Спросил Нинцы. Бой окончен, Пуло проиграл. Ответил старик, смотря на юношу ледяным взглядом. Предок я. Пуло со стыдом посмотрел на Люшуя, желая уйти отсюда как можно быстрее. О, ну раз он проиграл, то пусть сдержит уговор, встанет на колени и попросит извинения за свои деяния. Сказал Нинцы. Он старейшина, а ты вскоре им станешь. У таких как мы нет причин вставать на колени. Поражение Пуло уже можно считать за извинения, на этом стоит закончить. В глазах старейшины Люшуй вспыхнул гнев. Но я помню, что он сам согласился с этим. Получается, что любому его слову больше нельзя верить и стоит воспринимать за пустой звук. Спросил юноша. Лицо Пуло побледнело, но не успел он ничего сказать, как Люшуй схватил его и исчез у всех на глазах. Когда присутствующие увидели это, народ понял одну важную деталь, а именно. Император Небес Люшуй своим действием признал, что слова Пуло ничего не стоят, и в будущем, когда он будет что-то говорить, многие не станут воспринимать его всерьез. Глава 3859. Неконтролируемый гнев. Так как Люшуй и Пуло ушли, толпа поняла, что битва завершилась победой Нинцы. Люди стали смотреть на юношу с совершенно новым оттенком уважения и радости. Все они понимали, что только такие сильные мастера, как Нинцы, смогут помочь им одолеть Верховный Совет. Бэйсюань, старейшина Тун Тянь отсутствует в Совете, поэтому пока тебе придется подождать его, а до тех пор ты будешь оставаться генеральным секретарем, перед Нинцы появилась фигура. Хотя четко ее внешность нельзя было разглядеть, но по голосу было понятно, что это был Сириус. Сейчас ни одно из настоящих тел старейшин не находится в штабе. Поинтересовался юноша. Ну, большинство из нас стараются скрывать себя. В конце концов, у всех нас есть другие личности в царстве Шэньло. Можно сказать, так мы предотвращаем возможные проблемы, объяснил Сириус. Вот оно как, тогда понятно. Улыбнулся юноша. После недолгого разговора все старейшины ушли. Старейшина Тун Тянь. Нинцы задумался на мгновение, после чего вместе с Джеймлином, Цей и остальными пошел в здание штаба. Темные мастера в штабе смотрели на юношу с восхищением и любопытством. Обычно настоящее тело старейшины нельзя было увидеть, они пользовались своими воплощениями, поэтому народ был таким особенно взволнованным. Мне до сих пор тяжело поверить, что ты достиг Императора Небес. Неужели в царстве Бога так легко достичь шестого царства? Спросил Тудо. Я не спорю, там полно сокровищ, но и опасностей вдвое больше, так что мне, возможно, просто повезло, ответил юноша. Цей, Тудо и остальные кивнули, делая вид, что согласились, но про себя предполагали, что скорость развития юноши связана с тем сокровищем, которое он получил в прошлой жизни в кругу перерождения. Вот только раз спрашивать его об этом сейчас было неуместно, как-никак он теперь Император Небес. Проболтов около часа, Нин Ци решил уйти, что все приняли как должное. Джейн Лин и Цзюкунь не стали возвращаться в пятый регион, а решили побыть некоторое время в штабе. Нин Ци покинул здание и встретился с Сюй Ци, который ждал его поблизости. Нин при виде юноши, Сюй Ци улыбнулся, но как только решил обратиться к юноши по старинке, а дернул себя, понимая, что перед ним Император Небес. Что, я такой страшный, что выбил у тебя из головы свое имя? Рассмеялся Нин Ци. Сюй Ци улыбнулся, внутренне почувствовал облегчения и также прохохотал. Брат Нин, мы же с тобою друзья, зачем мне тебя бояться? Верно, я принес обещанную сумму камней. Вот, держи. Нин Ци достал кольцо и передал его мужчине. Внутри находилось 60 миллиардов, что было в 10 раз больше того, что он ему обещал первоначально. С учетом этой суммы и всего, что ранее Сюй Ци заработал с открытия кристаллов, теперь у него было достаточно средств, чтобы достичь Пятого Царства. В следующие несколько дней Нин Ци вместе со своими друзьями прогуливался по рынку открытия источника. Учитывая его нынешний статус, ни один из продавцов не посмел повышать цены или каким-то образом мешать юноши торговать. Также юноша забрал свою зарплату в павильоне открытия источника, где его с широкой улыбкой встретил хозяин павильона. Он был очень рад, что у него теперь есть такой старейшина, ведь даже в здании штаба сейчас не было Императора Небес. Завершив все дела в Темном Совете, юноша покинул его, но не вернулся в секту Лунного Слона, а направился к Дворцу Созвездия. Он хотел узнать, вернулся ли Мое, и если да, то отправить его в Царство Бога. Что касается уничтожения семьи Цзян, хоть он и не знал, как на это среагировал Дворец, теперь у него был статус раскованного Стража и Сила Императора Небес. При таком раскладе мало кто захочет искать с ним проблем. Старший брат Цзян, раньше ты был главным учеником Дворца Созвездия, как ты можешь нападать на своих младших братьев? Воскликнул Цзю Цань Бэй, рядом с которым были Фэн Литяне и Фэнынь. Они пытались убежать от Цзян Вань Куна, играющего с ними, как кошка с мышкой. Прошлый главный ученик Дворца Созвездия намеренно издевался над ними, медленно ввергая их в отчаяние, ведь только так он мог выместить свой гнев. Главный ученик Дворца? Я уже покинул секту, ты забыл? Если бы вы были обычными учениками, я, возможно, не трогал бы вас, но вы связаны с Нин Бэй Сюаним. Взревел Цзян Вань Кун, после чего взмахом руки сформировал невидимый барьер, в который трое успешно врезались своими лицами. Цзян Вань Кун, ты издеваешься над младшими, ты мастер нирваны, но смелости, видимо, у тебя не хватает пойти к брату Нины поговорить с ним по-мужски. Ты думаешь, что если убьешь нас, то это тебе что-то даст? Ты лишь еще сильнее опозоришь себя, сердито сказал Цзю Цань Бэй. Цзян Вань Кун, я член великой семьи Фын, если ты посмеешь меня тронуть, моя семья тебя не пощадит, пригрозил Фын Литянь. В этой ситуации ему оставалось только полагаться на свое происхождение, вот только не факт, что это сработает на том, кому уже было нечего терять, кроме своей жизни. Великая семья Фын, в глазах Цзян Вань Куна промелькнула искра убийственного намерения, направленная на Фын Литяня. Он ненавидел нинцы, а также кланы Фын в Июе. У трех великих семей были императоры небес, но никто не пришел на помощь его семье. Он испытывал обиду на три великих клана, которые, по идее, должны были поддерживать друг друга. К сожалению, он не знал, что три императора небес не вмешались только потому, что император Чен Шин Цзянь наказал им не вмешиваться, взяв на себя ответственность разобраться с проблемой семьи Цзян. Только потому что ты из семьи Фын заслуживаешь смерти даже больше, чем эти двое, сказал Цзян Вань Кун, скривив на лице злобную улыбку. Фын Литянь, глава 3860.